Так, еще раз всем привет, друзья. Давайте начинать. Итак, сразу к делу. Точнее, начну с предистории. Когда-то, очень много лет назад, еще во времена того, как я только начинал заниматься йогой, я услышал такую притчу. Ну, как я сейчас понимаю, она такая, скорее всего, махайаническая или дзенская притча, перекрученная на какой-то немножко нью-эйджовский лад, но, тем не менее, притча тогда на меня произвела большое впечатление. Притча состояла в следующем, что сидел у себя Будда, и к нему пришел некий ученик и спрашивает, обладает ли собака природой Будды. Тот говорит, да, обладает. Потом приходит второй ученик и тоже спрашивает, обладает ли собака природой Будды. Тот говорит, нет, не обладает. Ну, а рядом стоял там Махакаш Япа, который говорит, ну, подожди, просветленный, ну, ты одному сказал одно, а второму сказал другое. Что Будда сказал? Я сказал каждому из них то, что наиболее необходимо для его развития. Ну, я как-то немножко упрощаю притчу, но тем не менее. Тогда эта притча на меня, в общем, произвела определенное впечатление, и я действительно задумался относительно того, что, ну, многие из каких-то формул, философских сентенций, представлений, которые мы можем прочитать в тех или иных, допустим, текстах, они носят не абсолютный характер, как, ну, может подумать какой-то такой читатель, ну, может, наивный в чем-то, да, а относительный характер. В том смысле, что это сказано было при каких-то обстоятельствах для какого-то конкретного человека, для каких-то конкретных людей, и воспринимать это сказанное необходимо именно в том контексте, в котором оно было сказано. Но, опять же, причем под контекстом мы понимаем не просто какой-то социальный там, как бы, или еще какой-то контекст, а именно, как бы, контекст необходимости делания для этих людей какого-то соответствующего шага. Ну, в сущности, когда я стал преподавать, мне стало понятно давным-давно, что, ну, действительно, нельзя, так сказать, вываливать на ученика весь объем возможной информации, а необходимо говорить именно ту порцию, которая действительно на этом этапе может оказаться актуальной, полезной, как бы, и так далее. И далеко не всегда эта, так сказать, истина является абсолютной какой-то, и даже, ну, скажем, вариант, что для одного, нужно сказать одно, а для другого, другое, тоже, в общем, достаточно понятен для любого человека, который реально работает с людьми. Прошло, как бы, достаточно много лет, и мы с такой довольно большой тусовкой, может быть, кто-то даже из присутствующих здесь еще остался с этой тусовки, поехали в Индию. И, в общем, нам так повезло, что в штате Ариса мы попали на музыкально-драматическое, такое танцевальное представление, где, в общем, такого очень высокого уровня. То есть вот, ну, все, что я видел до этого в Индии, я понял, что это была просто художественная самодеятельность. А это профессиональные танцевальные школы, где дети учатся с самого детства, так сказать, на великолепной сцене, на фоне храма Карнатака, как бы, или на фоне, который подсвечивается прожекторами, вся улица украшена, так сказать, какими-то гирляндами, цветами, ну, в общем, ковры, благовония и так далее, ну, там, чтобы понятен масштаб, то есть там присутствовали премьер-министр штата, как бы, и так далее. То есть это было совершенно потрясающее танцевальное представление, и одним из, ну, скажем, одним произведением, которое ставилось, было, конечно же, «Бхагавадгита», где, так сказать, танцоры на сцене вытанцовывали то, что происходит в сюжете, а певцы, оркестр исполнял музыку, а певцы пропевали от начала до конца всю «Бхагавадгиту» и так далее. И вот когда, ну, тогда я еще не знал должным образом санскрита, но для меня, так сказать, крайне было поразительным и приятным зрелищем смотреть вот все, что пропевается, ну, примерно идеи понятны, которые там в какой-то главе пропеваются и так далее. Но когда это протанцовывается, вот как-то возникл другой взгляд на «Бхагавадгиту», и стало понятно, почему она такая длинная, почему Кришна так много говорит и так далее. Потому что фактически перед ним есть, ну, некий ученик, который испытывает экзенциальное, невротическое и всякие прочие напряжения, и, сталкиваясь с этим напряжением, необходимо дать ему какие-то техники, которые, ну, как бы ученика привели бы в порядок. И, по сути, Кришна дает одну технику, вторую, третью, как бы каждая из них что-то там производит в сознании человека, ну, в том случае Арджуны, как бы, и в конечном итоге к крыльцу произведения он более или менее приводит его, так сказать, в порядок, и Арджуна в состоянии выполнять свои какие-то там шатрийские и прочие обязанности. Вот такое созерцание, что называется, происходящего, оно действительно дало какой-то другой взгляд на Хагавадгиту и, может быть, дополнило вот то первое рассуждение, о котором я вам говорил, что фактически какое-то сложное такое произведение классическое, оно не просто дает какие-то мировоззренческие формулы, а оно дает техники, и то, что мы иногда, не понимая этого факта, можем, так сказать, принять за мировоззренческую формулу, то есть, ну, или как бы за какое-то абсолютное утверждение, что там в таком-то тексте сказано вот так-то, да, просто говорит о том, что мы неправильно его читаем. Ну, и вот тогда у меня еще и возникла идея, что неплохо было бы пройтись по многим классическим текстам и изучить эти классические тексты именно в таком как бы разрезе, то есть не как описание какой-то объективной реальности, а как совокупность техник, причем техник самого разного уровня. Где-то эти техники носят психотерапевтический характер, то есть, будучи примененными одним человеком к другим, а в каком-то смысле эти техники носят медитативный характер, то есть тот человек, который, так сказать, их услышал, может сделать их как самостоятельные медитации. Ну, а учитывая, что большинство присутствующих уже и слышали про тему развязок и пробовали, как бы, и знаете большое количество другого типа медитации, вы уже как бы имеете и третье, так сказать, третье некоторое соображение по этому поводу, что медитация, в сущности, это не что-то, ну, как вот в каких-то там дилетантских школах понимают, что вот те медитации медитируют. Нет, это некоторое лекарство, которое используется при каких-то определенных обстоятельствах. Кому-то эта медитация может оказаться полезной, а кому-то та же самая медитация может оказаться вредной, потому что те трансформации психические, которые она вызывает, могут оказаться человеку, в общем, и не полезны, и не нужны. Поэтому в этом смысле возникает, опять же, такая важная задача, как пополнение своей, так сказать, копилки лекарств, своей аптечки медитативной, как бы разными техниками, не факт, что все эти техники всегда при каких-то обстоятельствах понадобятся, но знать, что такого рода техники есть, и для чего они могут послужить, и при каких-то обстоятельствах, так сказать, их использовать, ну, в общем, это будет полезно и для всех техник развязки, и для многих других техник, с которыми вы будете сталкиваться еще и в дальнейшем. Ну, и вот, наконец, когда все эти соображения, они, так сказать, многократно прожились через меня, да, тут еще возник следующий дальше вопрос, почему, собственно, говорят, технику нельзя было сделать раньше, ну, или как бы эту лекцию нельзя было прочитать раньше. Ну, потому что, по большому счету, чтение, ну, просто, допустим, там, хагавадгиты без понимания санскритского текста, оно многие из этих техник нивелирует, то есть в том смысле, что ты не понимаешь, о чем тут на самом деле идет речь, и ты воспринимаешь сказанное как фигуры речи, иногда это действительно становится фигурами речи переводчика и так далее. Поэтому, в сущности, ну, скажем так, я смог по-настоящему вернуться к этой теме только тогда, когда уже достаточно на хорошем уровне знаю санскрит, и вот теперь как бы у меня появилась возможность действительно и пересмотреть заново хагавадгиту и многие другие тексты, я надеюсь, что мы на хагавадгите не остановимся, и научить, так сказать, вас смотреть вот под этим углом, выделять из соответствующего текста не просто какие-то риторические приемы, фигуры или там мировоззренческие установки и так далее, а медитации. И, по сути говоря, попробовать разъяснить, как эти медитации могли бы быть применены уже, ну, скажем, в наших реалиях. Понятное дело, что, наверное, большинство из нас не выезжает на колесницу, так сказать, на колеснице среди двух стражающихся армий, да, хотя кто знает, но, так сказать, тем не менее у каждого есть свои какие-то эмоциональные кризисы, какие-то духовные вопросы, как бы и так далее, и для всех этих кризисов какие-то из них медитации могут быть использованы. Вот, в сущности, некоторая прелюдия того, о чем я хотел бы поговорить. Ну, а с учетом всего сказанного выше, давайте теперь перейдем непосредственно к теме нашей лекции, и я открою вам презентацию, и как мы попробуем пройтись. Мы действительно, сейчас, секундочку, вспомню, как это, так, демонстрация экрана, сюда, сюда. Я, собственно говоря, выбрал те цитаты из гиды, видна презентация на этом самом, да? Кивните кто-нибудь это. Да, Гуру видно. Хорошо, спасибо. Я буду показывать те шлоки бхагавадгиты, которые содержат, ну, с моей точки зрения, интересную информацию, ну, и мы можем вместе пофантазировать, что это за медитация и в сущности там содержится. Если, так сказать, ну, как бы получится, хорошо, если нет, ну, я потом, так сказать, дам свои, собственно говоря, взгляды, как из этого извлекать какую-то информацию, что это за медитации и как они могут быть применены. В принципе, у меня тут достаточно немаленькое количество слайдов запасено, я не знаю, сколько времени у нас на все это уйдет, потому что такого рода лекцию я провожу впервые. Вот, но, так сказать, поработаем до усталости, а там посмотрим, да? Итак, сюжет гиды не напоминаю, предполагаю, что вы подготовились к лекции, все прекрасно знаете, помните, как бы и так далее. Поэтому давайте перейдем к самому началу. Итак, первая глава бхагавадгиты посвящена «Йога уныния Арджуны», где, в принципе, описывается, как драматично было для Арджуны эта ситуация, и вот после того, как он изложил все свои вопросы, переживания и так далее, Кришна начинает его успокаивать. Ну и после первой же шлока бхагавадгиты 2.1, там Тадхакры появишь, там Ашрукурна Кулэкшанам, то есть ему с глазами полными слез Кришна сказал следующее. И вот начиная с 2.2 начинается, как бы, уже, собственно говоря, технике. Вот давайте, как бы, подумаем над такой фразой. «Орджуна, откуда в трудную минуту у тебя эта малодушие, несвойственная ариям, лишающая небес, приводящая к бесчестию?» Ну, в принципе, мы могли бы сказать, что это просто некоторая риторическая фигура речи. Ну, я вот первую медитацию в сущности хочу с вами обсудить, потом, как бы, предложу, так сказать, вам уже фантазировать тоже. Но ключевое слово здесь как раз вот это «кутах» или «кутас». Откуда? То есть давайте попробуем понять. Если человек испытывает некоторое эмоциональное переживание, и в этом эмоциональном переживании он формулирует, ну, как бы, он тождественен со своим переживанием, то в ситуации, когда мы задаем ему такой странный вопрос, а те из вас, кто уже сталкивался с развязками, вы помните, что почти все развязочные медитации – это какой-то странный вопрос, который смотрит на ситуацию под каким-то углом, но который, в принципе, дословно даже не хочется отвечать. И помните, когда, ну, кто составлял для себя медитативные вопросы, то есть вот даже зачастую, если медитативный вопрос вам подсказал инструктор, там, или я на семинаре и так далее, большинство записывает медитативный вопрос не теми словами, которыми его сформулировал инструктор, и из-за этого зачастую выбрасывают самое ценное в этом вопросе. Но вот вопрос, откуда у тебя это малодушие, в сущности, на что переформатируется знание человека? Если мы… Как вообще можно ответить на этот вопрос, откуда у тебя это малодушие? Ну, например, вот сейчас, например, там, как бы, особенно в Украине, кто живет, очень сильно невротизирована ситуация, допустим, вокруг войны, да? Но ведь никто из нас не был, собственно говоря, там на границе, не смотрел в бинокль на эти войска, как бы, и так далее, и так далее, да? Мы не знаем объективной ситуации, мы не знаем реального положения дел, мы ничего не знаем, да? То есть мы знаем только то, что нам предоставляют те или иные средства массовой информации. Более того, если мы пройдемся посредством массовой информации, мы поймем, что каждое средство массовой информации накручивает ситуацию таким образом, каким, ну, скажем, выгодно тем силам, которые за ним стоят. И, соответственно, как бы, каждое из них, оно формирует определенное отношение к происходящему. Если у нас есть некоторое отношение к происходящему, в том числе эмоциональное, и мы зададим себе вопрос, откуда это отношение к происходящему, то в сущности мы, наверное, можем указать даже совершенно конкретные источники взглядов, эмоций, мифологем и так далее, и так далее, и так далее. И если нам действительно удастся актуализировать соответствующие источники, то мы добьемся как минимум двух позитивных целей. С одной стороны, проанализировав источники, мы можем поставить эти источники под сомнение, то есть мы можем сказать, а действительно ли, ну, как бы, те, кто накручивает нам, допустим, то или иное состояние, они действительно правы, может быть, они и не правы, да, может быть, у них есть какая-то своя заинтересованность. То есть, по сути, мы можем сделать какую-то медитацию на интеллектуальную диссоциацию, да. А с другой стороны, даже если нам не удастся в полном объеме найти все источники, корни заинтересованных лиц, ну, просто в силу недостатка информации, сам факт, что мы начнем размышлять над своим эмоциональным состоянием как чем-то, что индуцируется извне, даст нам не что иное, как диссоциацию. То есть, если мы такую медитацию начнем проделывать, то фактически сам факт, что мы играемся со своим состоянием как с внешним объектом, делает нас менее покрытым соответствующим внешним объектом. Вот и получается, что вот эта самая простая техника, которая первое же слово, ну, скажем, такой деятельной части бхагавадгиты, да, «кутах», «откуда», уже является совершенно отдельной медитацией, которую можно применить, ну, по сути, в любой сложной эмоциональной ситуации. То есть, откуда у меня взялась эта эмоция, ну, любая, да, не только страха или не только агрессии, как бы и так далее. Откуда у меня соответствующие взгляды, то есть, я в этом уверен, а почему я в этом уверен, да, а кто предложил мне соответствующие взгляды, а согласен ли я с его аргументацией, как бы и так далее. То есть, по сути говоря, здесь излагается медитация, которую я бы назвал «медитация на диссоциацию». Понятен пока ключ, да? То есть, в данном случае здесь пример не только каких-то медитаций, да, но и пример той методологии, при помощи которой мы, в сущности, будем работать на протяжении всей нашей лекции. То есть, вот точно так же, как мы делали в свое время в эзотерической конфликтологии. Мы смотрим, какую некоторую ситуацию, и в этой ситуации изыскиваем форму поведения и пробуем эту форму поведения даже как-то назвать, назвать ее энергетическую сущность. И если нам получается назвать эту энергетическую сущность, все, мы молодцы, нам есть с чем работать. А вот здесь тоже, как бы, поскольку, ну, медитации в хагавадгите, в общем, даны, ну, отчасти хаотично. Ну, может быть, конечно, есть какой-то порядок, который я еще не прозрел, да, но, в принципе, как бы, они иногда идут, так сказать, довольно сложные такое. То есть, иногда мы возвращаемся к уже известным техникам, иногда, так сказать, забегаем далеко вперед, потом опять возвращаемся и так далее. Поэтому для того, чтобы с этим аппаратом можно было работать не только в масштабах хагавадгиты, имеет смысл каждую из этих техник как-то назвать. Ну, вот мы с вами будем пробовать называть сущность техники, тогда эти медитации запомнятся. Я назвал эту технику диссоциацией, по аналогии с известной нам практикой медитации, когда, допустим, там, обычно, конечно, диссоциацией мы называли чисто аджновскую технику, когда, например, человек что-то говорит, а мы анализируем, каковы источники этой информации, да, но в данном случае мы это применяем не только к источникам информации, но и к своим собственным эмоциям. Понятно, что задавание себе вопроса, откуда это, суть есть медитация. Ну, и как с любым, вы помните, медитация – это вопрос, да, и как с любым вопросом, появление внятного ответа на этот вопрос говорит о том, что медитация хотя бы до какой-то степени совершена. Окей, двигаемся дальше. По этому медитации вопрос есть или нет? Не стесняйтесь задавать, как бы. Ну, окей, тогда вы еще не разогрелись, давайте двигаться дальше, и вот вторая медитация, вторая строчка рассуждения Кришны звучит следующим образом. Не поддавайся, ну, в русском переводе, хотя дословно мас-магомах, как бы, это не иди к. Чему? Клайбья – это как раз, ну, бессилие, да, там, да, слово бессилие, в принципе, нормально. Оно тебе не подобает, отбросив унизительную слабость, воспрянь о парантапа. Вот давайте, ну, парантапа – имя просто, как бы, пардха – тоже имя. Давайте вот попробуем поразмыслить, что здесь за практики в сущности излагаются. То есть, в принципе, вы понимаете, что состояние, о которых говорит в данном случае Кришна, то есть Клайбьям, как слабость, Хридая Даурбальям – это сердечная, Даурбальям тоже сердечная слабость, да, как бы, вот и то, и другое – это некое состояние, с которым человек, ну, который испытывает это состояние, в принципе, отождествлен. Но когда вот такая странная формула «не иди к бессилию», да, то есть фактически мы выделяем это состояние из, опять же, выделяем это состояние из человека. То есть само такое рассуждение по поводу того, что моя слабость – это одно из моих возможных состояний, к которому можно идти или не идти, а с другой стороны, которое можно отбросить или принять. Вот это, если вы, ну, мы к этой теме еще вернемся, кто был на семинаре по истории эзотерики, помните мое рассуждение по поводу принципа согласия в стоицизме, да, а вообще надо сказать, что бхагавадгита очень много содержит практик, которые пересекаются с темой стоицизма, и, наверное, одну из следующих лекций я как раз в таких открытых прочитаю по общности практик бхагавадгиты и стоицизма. Но вот в стоицизме есть такая интересная модель, что в сущности человек любую из даже неадекватных, эмоциональных и так далее реакций, которые он испытывает, он ее испытывает потому, что он как бы согласился испытать эту эмоцию. То есть там есть три этапа проникновения эмоций. Первый этап – собственно раздражитель, который носит объективный характер. Ну, ты оказался в такой ситуации. Ты оказался, такова природа, ничего не поделаешь. Третий этап – это, собственно, бурное эмоциональное реагирование, с которым уже тоже ничего не поделаешь. Ты уже в гневе, или ты уже в страхе, или ты уже в отчаянии, или ты уже в ревности, ничего с этим не сделаешь. И третий, но между ними есть второй этап, когда есть что-то, возможность что-то сделать, которое называется, в переводе с греческого «согласие». То есть когда эмоция только начинает возникать в твоей эмоциональной сфере, и ты как бы решаешь, это адекватно прореагировать на этот раздражитель именно этой эмоцией, или неадекватно. И вот на этом этапе человек может как согласиться, так или не согласиться. Другой вопрос. Зачастую он соглашается с какой-то эмоцией. Почему? Ну, часто в силу привычки. Потому что мы знаем, что если на нас обидели, то нужно разгневаться, или нужно испугаться, или нужно, так сказать, обидеться и так далее. Но зачастую это просто исходит или строится на некоторых неверных мировоззренческих предпосылках. В этом смысле и почему в Абхагавадгите есть раздел джнана-йога, да, и почему стоите начинали с логики, то есть с правильной теории познания. Потому что может оказаться, что тот способ эмоционального реагирования, который ты выбираешь, он на самом деле неадекватен. То есть он не идеален. И можно найти какой-то лучший способ и так далее. Но в данном контексте идея «не поддавайся», она изначально подталкивает человека к идее, что бессилие, как и слабость, это не он сам. Это просто его состояние. И существует возможность выбора. И вот заметьте, как интересно работают эти, по крайней мере, первые две. Но на самом деле многие из медитаций Абхагавадгита. Вот в данном случае я бы сказал, что эти медитации, они работают как такое психотерапевтическое вкоринание. Помните, был фильм «Начало», и они там делали укоренение идеи. Вот сам по себе вопрос, который задается, как бы ты, откуда это взялось? А ты попробуй это отбросить, как бы и так далее. Понятное дело, что человеку сложно взять и отбросить. Если бы он мог, он бы отбросил. Но ведь зачастую у многих людей даже нет идеи относительно того, что мы сами по себе, а эмоции сами по себе. И задавая правильные предикаты, по сути говоря, Кришна Арджуни делает вкоринание. Нет, такая возможность есть. Ты сам по себе, эмоции сами по себе, к ним можно прийти, от них можно отойти, их можно отбросить. Понятно, что мы еще используем какие-то мифологемы описательные, которые описывают наш внутренний мир. Но, опять же, вспомните семинар «Микс-символ-ритуал» и вот этот пример, который я обычно привожу с «Мне бы в небо», когда все великие миры от всего были на твоем месте, именно поэтому им удалось достичь того, чего они достигли. Идея та же самая. То есть, когда мы создаем более адекватное мировоззренческое описание самого себя, мы даем человеку гипотетическую возможность в рамках этого мировоззрения что-то в себе изменить. Если удача, например, я в гневе, что теперь делать, все, точка, я гнев. Из этого описания выйти невозможно. Понятная идея. Поэтому, на самом деле, вот вторая медитация, которая здесь рассматривается, это тоже по своей природе разновидность медитации на диссоциацию и плюс закладывание самого, ну, в данном случае, не самому себе, а человеку, некоторой новой, более сложной мировоззренческой модели для описания его психики. Понятно? Пытания, то есть? Пытания нет, да? Тогда двигаемся дальше. Очень любимая... Ну, мы скакнули аж через 12 строчек, но... Очень любимая строчка во многих... Здесь что-то PowerPoint немножко пополз мне, но неважно. Любимая строчка во многих, кто цитирует Пхагавадгиту, да? Как увоплощенно в этом деле сменяют друг друга детство, юность, там, как бы старость. Ну, и так далее. И мудры Дхира, Татра по этому поводу, на Мухите не заблуждается. То есть, всё, так сказать, идёт... Да, ну, точно так же Татха Дханта Праптер, то есть, наступает новое рождение, возникает новое тело и так далее. По сути, это некоторая строчка, которая, она постулирует вообще идею, там, реинкарнации, как бы и так далее. Но нас это интересует не с точки зрения идеи реинкарнации в данном случае, а с точки зрения, опять же, следующей медитации. Обратите внимание, человек в данном случае назван санскритским словом Дхин. Что такое Дхин? Деха – это тело, а суффикс ин – это пассассивный суффикс, то есть суффикс обладания. Дхин – это тот, кто обладает телом. И вот когда мы начинаем размышлять о себе не как о человеке, а как о некоторой субстанции, некоторой сущности, которая обладает телом, соответственно, отношения к каким-то телесным процессам в этой ситуации меняются. То есть, например, ситуация, там, сражение на поле боя – это ситуация возможности потерять тело. Но потерять тело, ну, метафорически это похоже на то же самое, что умереть, да? Но на самом деле здесь речь, но потерять тело и умереть – это все-таки разные вещи, да? Точно так же, как, допустим, возможность там убить кого-то, да? То есть, возможность забрать у него тело. Забрать у него, но он остается. То, собственно, Дхин – обладатель тела, дословно, он остается. Мы просто меняем тела. Вот известнейшая эта строчка Пхагавадгиты по поводу того, что подобно тому, как человек, износив одежды, выбрасывает их и покупает новые, точно так же, как бы Дхин, так сказать, обладатель тела, изнашивая старые тела, обладает новые. Но вспомним, из-за чего вообще изначально колбасился Кришна, Арджуна, из-за того, что ему не хотелось принимать участие в битве, потому что он, как бы, понимал, что он великий воин, он убьет большое количество народа. Как бы, последствия этой смерти, как бы, не всегда понятны. Хорошо – это, плохо. Для его, так сказать, кармы, для чего другого – непонятно. И это драматично. То есть, ну, как бы, сама по себе ситуация, что он не может не принять участие в битве, она драматична. В общем, все это драматично. Но, когда мы рассматриваем эту ситуацию под другим углом, под углом относительно возможности потери своего тела или забирания чужого, ситуация и меняет в какой-то степени свой драматизм. И, скажем, если заставить себя смотреть именно под этим углом, под каким-то более высоким, под каким-то более сложным углом, то то, что происходит, оно другое, эмоционально оно другое. И в этом смысле я бы назвал эту медитацию как медитацию на смену позиции рассмотрения. То есть, с одной позиции мы видим ситуацию одним способом, но если этот способ для нас слишком эмоционально нагружен или создает ощущение безвыходности, как у Кришны, нам необходимо найти какую-то более сложную позицию рассмотрения, некоторую метаконтекстную позицию. И когда мы рассматриваем ситуацию с этой позиции, эмоциональное напряжение ситуации разряжается. Идея понятна? Замечательно. Следующее шлока. Опять же, контекст таков, что сейчас Кришна объясняет Арджуне ситуацию, что существует некая духовная субстанция, дехин или атман, то есть, назовем так, внутреннее духовное существо человека, его истинное я, которое как бы само по себе неуничтожимо, его нельзя там, оно не намокает, не высыхает, не режется оружием, как бы оно вечно существует, вечно было и так далее, и так далее. И далее он объясняет природу страдания. Но соприкосновение с материей, оккаунтея, то есть, опять же, Арджуна, вызывает ощущение холода и жары, удовольствия и страданий. Будучи появляющими и исчезающими, они непостоянны. Поэтому переноси их стойко о потомах гарат. То есть, и вот здесь, о чем в сущности эта медитация? То есть, вот для большинства людей, то те ощущения, которые мы там испытываем здесь и сейчас, это и есть нечто максимально значимое. То есть, мне приятно, я хочу зафиксировать состояние, мне неприятно, я хочу от этого избежать. И, в общем, это совершенно нормальная, естественная, физиологическая или какая-то, скажем так, животная реакция. Но, скажем, если следовать лишь только этой реакции, то нужно быть последовательным, ну, наверное, сесть на героин из колодца. Потому что это максимально приятно, как бы ситуативно, здесь и сейчас. А то, что оно имеет какие-то последствия, в принципе, большой разницы нет. Но когда вот здесь, по сути говоря, в этой медитации или вот в этой строчке содержатся две скрытые медитации. Одна скрытая медитация, когда мы... Вот слово «анития», которое стоит здесь во второй строчке, ну, там «а» съедается апострофом, но неважно. А «анития», то есть как бы нития – это вечный, постоянный, а «анития» – это временный. Вот само ощущение, ну, или даже не ощущение, а некоторое понимание относительно того, что любое ощущение, которое мы испытываем, оно лишь временно, и затем оно сменится на какое-то другое, потом оно сменится на какое-то третье. По сути, что это за переживание? Это некоторая медитация на расширение. Ну, как, допустим, с каким-то временным эмоциональным приходом. Понимая, что за приходом последует откат, иногда ты перестаешь поступать каким-то ситуативно приятным образом, имея в виду какой-то более долговременный масштаб времени. Точно так же, понимая, что за какими-то как бы драматическими событиями следуют события менее драматические, и смотря на это все в каком-то более глобальном масштабе времени, опять же, драматизм этой ситуации, он в какой-то мере разряжается. То есть ты начинаешь реагировать не исходя из какой-то ситуативной реальности, а исходя из какой-то более долговременной реакции, как я называю, более длительного хронотопа. Хронотоп – это то субъективное время, в котором живет человек. Для кого-то хронотоп – это условно один час, а для кого-то хронотоп – это год. То есть мы стараемся стабилизировать ситуацию, так чтобы в целом в течение года было хорошо, или в течение жизни было хорошо, как бы так далее. Но при этом мы понимаем, что какие-то локальные колебания присутствуют, и, в общем, по этому поводу не стоит особенно напрягаться. С другой стороны, само по себе ощущение непостоянства всего, что происходит вокруг тебя – это какая-то, можно сказать, одна из медитаций типа бхавана. Вспомните известную притчу про перстень царя Соломона. Помните, что у царя Соломона был перстень, на котором было написано «И это пройдет». И каждый раз, когда, так сказать, возникала какая-то сложная ситуация, он смотрел на этот перстень и его попускал. Но в какой-то момент случилась какая-то особенно неприятная ситуация, его это очень сильно напрягло. Он посмотрел на перстень, как бы, прочитал эту фразу «Это пройдет». Это вызвало у него еще более сильное раздражение, гнев. Он сорвал перстень, как бы, и бросил его там на пол. И тут он увидел, что внутри тоже что-то написано. Ну, тогда ему стало интересно, любопытство уже победило, он подобрал этот перстень, прочитал, а там было написано «И это тоже пройдет». И больше царь Соломон перстень не снимал. То есть, по сути, это ощущение непостоянства, непостоянства переживаний, непостоянства ощущений. А, соответственно, ощущение непостоянства, оно как бы дает сам термин «анития», который мы имеем в санскрите, он дает нам опору на что-то большее. То есть, если наше внутреннее духовное существо, оно во все это не вовлечено и просто участвует в этой круговерте, в этой игре, то, ну, мало ли, как бы, да, вот сейчас как бы фаза игры такая, потом фаза такая. Это никогда не прекратится, это будет бесконечным. Но если это все и не постоянно, то, в принципе, какая разница будет? Вот такая, ну, скажем так, вы понимаете, что это уже не медитативный вопрос, а скорее некоторая медитация типа бхавана. Помните, чем отличаются четыре типа медитации? Да, то есть бхавана – это некоторая практика формирования эмоционального состояния через задание каких-то, ну, скажем, начальных представлений, переживаний, там, пресуппозиции, как бы и так далее. Вот такая забавненькая бхавана. Понятная идея, понятная, нет? Ну, заметьте, что вот эта формула «переносить их стойко», да, то есть само ощущение, что вокруг тебя, ну, если бы мы нарисовали бы какую-то картинку, да, вот ты стоишь стойко, да, как бы на тебя волны разбиваются, как бы накатывают, откатывают, как бы что-то приходит, что-то уходит, а ты стоишь невозбудимо, да. Ну, я рисую эту медитацию, но точно такую же медитацию рисовали стойки, да, то есть само ощущение, что жизнь – это, так сказать, бурная какая-то стихия, да, а ты должен, подобно скале, так сказать, выстаивать среди этой стихии, потому что, ну, такова природа жизни, как бы, и вот, да. Очень, кстати, формула, с которой, наверное, я думаю, любой исторический бы автор согласился на ура. Да, хорошо, пока вопросы какие-то есть, нет? Ну, смотрим дальше тогда, окей, следующая как раз строчка, 2.15. Да, что-то на при переходе из кейноута поплыли строчки некоторые. Сейчас, одну секунду. А, так оно не видится, да, оно видится только так. Я понял. Как интересно. Я делал в кейноуте, а потом переносил это в PowerPoint. И не проверил, что в PowerPoint оно немножко переменилось. Ну, ладно. Не вы знаете, так смотреть, так у меня не полностью на весь экран развернутый, хотя тут дальше оно вроде нормально. Нет, опять некоторые строчки поплыли, черт. Ну, неважно. Итак, следующая строчка, как раз 2.15. Вот здесь я уже предлагаю немножечко вам подумать на эту тему самостоятельно, потому что уже какие-то моменты наработаны. О лучшую из людей. Ну, это обращение. Тот человек, которого не могут поколебать эти ощущения, оно имеется в виду жара, холода, так сказать, удовольствия и страдания, неизменное наслаждение и страдания, стойкий, воистину достоин бессмертия. Вот давайте теперь я хочу просто уловить обратную связь, почувствовали вы, о чем мы говорим или нет. Сразу хочу сказать, что это немножко, то есть, оно не повторяется с предыдущей строчкой, как можно было бы ошибочно подумать, да? Вот давайте попробуем понять, какая же здесь медитация в скрытой форме содержится в этих строках. Можно? Конечно. Мне кажется, что здесь есть какое-то отношение, равное и к наслаждению, и к страданию. Понятно, да. Но какая практика, я пока не могу. Ну, вот этот момент, мне кажется, вот сюда смотреть. Вот давайте подумаем все-таки над словом «поколебать». На самом деле в оригинале использовано слово «въятхи» и «нти», да? И, ну, его можно отчасти перевести как «поколебать», хотя вообще корень «въятх» означает скорее «пробить», «разрушить». Вот в этом смысле оно хорошо соответствует нашему представлению, там, пробой в ауре или еще что-то, да? То есть, ну, как бы, человек, которого не может пробить эти ощущения, вот он там весь такой неизменный, самадукха-сукха, мудрый, дхирам, как бы, и он... Точнее, дхирам – это наше стойки, извиняюсь, да? И он, там, достоин бессмертия. Ну, не будем заморачиваться по поводу достоин бессмертия, да? Давайте, как бы, подумаем над темой «поколебать» или «пробить». Вот сама такая формула вскрытая, вот, понимаете, что такое хорошая медитация, да? Или что такое хорошая терапевтическая практика? Когда мы в самом вопросе или в самой подсказке не просто сообщаем какую-то банальность, ну, то есть, конечно, лучше, чтобы человек был терпеливым, лучше, лучше, там, ну, ну, как-то вот это не та же самая фраза, которая сказана в Хагавадгиде, хотя вроде бы похожа, да? Но на самом деле мы в скрытой форме сообщаем какую-то принципиально новую информацию, даже не информацию, а сообщаем некую новую мерность сознания. Вот какую в данном случае? Гуру, может быть то, что человек может быть целостен вне зависимости от внешних, обстоятельств. Человек может быть целостен. Своя природа. Если что-то, вот, точка, по поводу внешних обстоятельств, это уже не важно. Ведь в сущности большинство людей, наверное, состояние целостности никогда в жизни не испытывает. То есть у человека то сукха, то счастье, то дукха, несчастье, да? То, там, приятственность какая-нибудь, как бы, то неприятственность, то холод, то жарко, то, так сказать, мокро, то сухо, как бы, то еще что-то, то еще что-то, да? Но, и в общем, большинство людей, как бы, они ведь тождественны с тем состоянием, с которым они сейчас отождествились. То есть если мне дискомфортно, то мне дискомфортно, точка, да? И так далее. А потом мне комфортно, теперь мне комфортно. Но само понимание того, что где-то существует нейтральное состояние, от которого ты колеблешься, да? Или, если быть более дословным к тексту, где-то есть целостное состояние, от которого ты лишаешься целостности, да? Это некоторое, ну, выражаясь таким научным языком, это некоторая такая психологическая перцепция, да? Что такое перцепция? Ну, как бы, то, что мы не ощущаем непосредственно, но то, что мы интуитивно домысливаем. Ну, как, допустим, классический пример. Вот вы сидите за столом, сколько ножек стола вы сейчас видите, да? Ну, я, например, вижу две, да? Как бы, а сколько их всего? Четыре. Я же знаю, что их четыре, хотя я их не вижу. Вот интуитивно я, скорее, у любого стола дорисовал бы еще две ножки, если я вижу две, да? Как не стоит, да? Как бы на трех редко столы делают, как бы, наверное, все-таки четыре. Вот это домысливание. Домысливание за пределы перцепции. Почему А-перцепция, да? Вот здесь, но это какая-то такая примитивная перцепция, да? То есть, ну, я говорю про стол, имею в виду, примитивная. А вот когда мы понимаем, что если у нас есть состояние какого-то там сухи, хорошее, да, есть состояние духи, то где-то и нормальное, нейтральное состояние, которое не является реакцией ни хорошего, ни на хорошее, ни на плохое. И вот это домысливание недостающего, вот это действительно довольно важный момент. Почувствовали, да? То есть, поэтому, ну, а когда мы уже предполагаем, что такое состояние существует, а остальное – это просто колебание из него, или, по крайней мере, мы понимаем, что такое состояние существует, и мы начинаем сравнивать, пусть мы не до конца, хорошо, очень сложно человеку достичь целостного состояния, но, по крайней мере, сказать, мое состояние является более или менее нецелостным, наверное, каждый человек может, потому что он где-то в идеале, в каком-то пределе может как бы предположить существование такого целостного состояния. Понятная идея, да? Вот о чем, на самом деле, эта медитация, и, как вы видите, она чуть сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Так. Следующая медитация, пожалуй, еще сложнее. Кришна ведет речь по-прежнему об атмане, да? Но если в первых строфах, как бы, он говорит об атмане, как о чем-то, ну, скажем так, существующем внутри тебя, и это такой самый примитивный, я бы сказал, первобытный уровень восприятия души, да? Что такое душа? Ну, нечто, что существует внутри тебя, как бы, оно там где-то внутри сидит, там, и так далее, и так далее. То здесь, и оно не уничтожено, прошло, оно там перерождается, из перерождения в перерождение. Ну, это такое, как бы, архаик, это, ну, совсем примитивно, да? И вот здесь вот начинается, ну, некая более сложная модель, да? То есть, что существует нечто, иена, таковое, что сорвам, этим чем-то, татам, татам, это, ну, корень тан, тянуть, все растянуто, ну, или как, пронизано этим всем. Но тут очень сложно соотнести, пронизано, растянуто, как бы, по-русски, что в этом всем все растянуто, но как-то по-русски даже так не скажешь, да? И вот это то, чем все, по этому слову, пронизано, пронизано, оно, наверное, такой минимальный ущерб смыслу дает, да? И это нечто, чем все пронизано, невозможно уничтожить. То есть, о чем, вообще говоря, идет речь? Ну, вот здесь, пожалуй, впервые, и, кстати, как вы видите, немного таких строчек, впервые начинаются размышления об экстерриториальности, да, или какой-то интер, как сейчас говорят, межсубъективности, интерсубъективности, ну, как вообще бытия, да? Ну, о чем речь, чтобы перевести на какой-то современный язык? Вспомним хорошо теорию сортационных контекстов, да? Что контекст – это что-то существует не во мне, как просто, там, отдельное сексуальное желание, не в тебе, как желание, а что существует между нами. И в этом смысле он интерсубъективен. То есть, он между субъектами, контекст, да? Вспомним, как бы, идею манипурного контекста. Короля играют свита, да? То есть, нельзя быть просто статусным человеком в отсутствии тех, кто считает тебя статусным, да? Нельзя быть хорошим писателем в отсутствии читателей. То есть, потому что мы, как бы, взаимодействуем одновременно между собой, да? Это, как бы, предполагает какое-то взаимодополняющее переживание между многими людьми. И получается, что и переживание, и, там, ну, сантисханное, и манипурное переживание, и вишутовское, тем более анахатное, да? Оно существует, ну, как минимум, между людьми. Если мы начнем, как бы, дальше развивать эту концепцию, экстраполировать, то мы поймем, что оно существует, ну, не только между людьми, а вообще в каком-то более глобальном контексте. Ну, хорошо, например, там, имеет ли смысл существование отдельного человека, там, если исчезло человечество, не знаю, ядерная война случилась и так далее, остался один человек. Вот он все равно будет, ну, или, там, покончит с собой, или будет действовать, имея в виду, что, может быть, мне удастся возродить человечество. Без человечества отдельный человек не имеет никакого смысла, да? А человечество в отрыве от контекста, там, природности. Ну, у нас еще нет такого опыта, мы не перелетели на другие планеты, как бы, и так далее. Но, думаю, тоже нет. Вот и получается, что вот этот самый, как бы, истинное я человека, оно не локализовано внутри самого человека. Оно между людьми. И, грубо говоря, какие на практике отсюда вытекают ситуации. Возможно, такая ситуация, что ты, может, там, остался, например, в живых, да, но тот способ, которым ты живешь, он настолько разрушил тебя, что тебе, ну, нет смысла дальше существовать. Например, такой практически вывод, да? Как бы, и в таком случае мы понимаем, что вот существует нечто, что пронизывает все. То есть, по сути говоря, это некоторая медитация, которая заставляет нас подумать об интерсубъективности или, как бы, растянутости категории «я». То есть, я состою из энергии других людей, природы, там, и так далее, они состоят из моей энергии, и, соответственно, мы выходим за рамки нашего примитивного восприятия себя как пребывающих в каком-то теле. Это уже сложная медитация, да? Ну, я привел, может быть, примеры такие, которые мы используем в современном каком-то общении, да? Но, скажем, медитация, которую дает Кришна, она просто скорее неким образом утверждает, да? То есть, идея, что все чем-то пронизано, ну, как это, скорее, это бхавана, то есть, можно это представить, прочувствовать и так далее. И то, чем все пронизано, ну, скажем так, нельзя уничтожить, потому что уничтожили какого-то человека ход истории не остановился, да? Его социальная роль не изменилась как-то и так далее. Тут понятненько. Ну, тут посложнее, конечно, медитация, но тем не менее. Так, двигаемся дальше. Ну, это тоже очень известная строчка, ее очень часто цитируют, когда цитируют Хагавадгиту, да, иногда с негативом даже и так далее, что кто воспринимает себя убивающим кого-то, или кто считает, что его можно убить, оба они не знают истины, нельзя ни убить, ни быть убитым. Почему? Ну, потому что если мы воспринимаем, что как бы человек – это все-таки духовное существо, а с другой стороны еще и не интерсубъективное духовное существо, да, то смена тела, ну, в принципе, ничего не меняет. То есть в данном случае, ну, опять же, мы можем соглашаться с этой мыслью или нет, понятное дело, что эта мысль, будучи выслушанной, так сказать, не медитативно, она не, наверное, как-то не меняет состояние, да. Будучи глубоко прожитой, ну, наверное, меняет. То есть, ну, там, те люди, которые там героически там умирают за что-то, так сказать, или, так сказать, принимают себя, так сказать, как просто инструмент бытия или еще что-то, ну, как бы для них эмоциональность происходящего, безусловно, меняется. За счет чего меняется? За счет смены парадигмы. Вот мы, опять же, возвращаемся к теме смены парадигмы. Помните, у нас уже одна практика такая была. И в данном случае, вот если научиться смотреть на ситуацию под таким углом, тогда действительно ситуация воспринимается по-другому. То есть, ну, хорошо, ну, это мы, возможно, взяли очень критическую ситуацию, на самом деле это написано в критическом ключе, там, битва, все дела и так далее. А можем ли мы найти ситуацию, где мы меняем парадигму или даже осуществляем такой легкий рефрейминг, что изменяет, как бы, наше отношение к происходящему. Ну, классический пример, который, например, привели когда-то Бендер и Гриндер в какой-то книжек по НЛП по поводу того, что когда-то мама приходит и жалуется, что ребенок меня не слушается, так сказать, и ее от этого колбасит там и так далее, а они задают вопрос, вы хотите, чтобы он вырос послушным и слушался всегда ваших стоящих? Ну, тут мама задумывается, нет, на самом деле я хочу, чтобы он был лидером инициативным и так далее, и так далее, а вовсе не слушался всех подряд. Ну, тогда, так сказать, вот он уже и не начал не слушаться, да? И идея, что он не слушается, теперь воспринимается в какой-то другой парадигме, да? То есть по поводу того, что у ребенка там, условно, сильнее Манипура, он более активен, более агрессивен, как бы, и, соответственно, у него больше лидерских качеств. И под этим углом уже не так обидно. Ведь по факту ничего не изменилось, а описание изменилось. Парадигма изменилась, изменилась парадигма, изменились эмоции. Понятная идея? Что такое медитация на смену парадигмы? Так, двинулись дальше. Ну, следующая строчка тоже весьма любима в цитатах. Джатасия хи дгрувом ритюр, дгрувам джанам ритасия ча. То есть джатасия у рожденного, дгрува абсолютно точно, будет смерть. А у мертвого абсолютно точно будет рождение. Поэтому не следует скорбеть о неизбежном. Ну, и опять же, о чем эта практика? Причем, видите, немножко тут строчка, она такая замкнута по кругу. У рожденного смертью, у умершего рождения. А вот оно по кругу и по кругу. Вот оно такое немножко даже занудно. Даже структура грамматическая. Джатасия, мритю, у мритасия, джамна. Вот оно немножко такое рецитация, знаете, как по кругу. Вот само ощущение, мне кажется, что здесь как бы используется техника медитации на приятие неизбежного. То есть вот фактически, ну мысль-то, в общем, понятная, что там каждого в конечном итоге ждет смерть. Но даже если мы сомневаемся или не знаем, не знаем про следующее рождение, мы чувствуем интуитивно его, не чувствуем, неважно и так далее. Но вот есть масса факторов, которые от тебя абсолютно не зависят. И опять же вспоминаем наших друзей-стоиков. То есть, что если какие-то факторы абсолютно неизбежны, то чего по этому поводу переживать? То есть переживать нужно только в тех вещах, где от тебя это хоть как-то зависит. А эти вещи от тебя абсолютно точно, вот тут два раза грубо, грубо, как бы и так далее, вот абсолютно-абсолютно точно от тебя, ну никак не зависят. Вот апария, как бы тоже термин, который выражает, вот как бы, по сути, да, как бы отдаленность, независимость, как бы и так далее. То есть, а раз это независимо, значит, прими, да. Вот если мы отнесем эту медитацию со стаическими медитациями, то помните, у стойков там была техника актуализации, что от тебя зависит и что от тебя не зависит. Вот если ты переживаешь по поводу какого-то ситуации, понять, если от тебя это зависит, значит, ты можешь вклиниться и что-то по этому поводу делать. А если, так сказать, от тебя это не зависит, то что ты вообще переживаешь? Это просто часть твоей жизни, это уже, то есть, грубо говоря, там смертность, это уже факт жизни каждого из нас. А значит, переживать по этому уже не нужно. Она уже, то есть уже часть нашей жизни. Понятно, да? Поэтому, по сути, медитация очень напоминает стаическую медитацию. Так, двинулись дальше. Вот следующая строчка достаточно сложна. И я ее сам, так сказать, много раз приходил к ней, как бы, и не обращал внимания на самое главное слово. То есть, хотя она часто цитируется, там, изучив свою дгарму, ты не должен колебаться, ибо для кшатрия нет ничего лучше праведного сражения. Ну, и чаще всего, и я тоже, как бы, чаще всего воспринимал, что самое главное в этой строчке – вторая часть. Потому что для кшатрия нет ничего лучше сражения. Но только вот сейчас, спустя много, так сказать, времени, я понял, что самое главное все-таки здесь – дейпричастие. Что такое авэкша? Ава – икш. Ава – это, ну, как бы всестороннее, так, ну, или там, вглубь, да? А икш – смотреть. То есть, по сути говоря, просмотрев, обсмотрев, ну, если так по-русски дословно, ну, изучив. И вот здесь, почему вот изучив свадгармом, то есть, свою дгарму? Потому что, ну, вот фактически у человека действительно всегда возникает масса вопросов. А как мне правильно поступить? Ну, грубо говоря, этические вопросы, да? За которыми стоят какие-то и эмоции, и разнородные представления, как бы, и так далее. И для того, чтобы в рамках этих эмоций и разнородных представлений ну, как-то воспоследовать, необходимо вначале действительно понять. Вот, хорошо, мне, например, говорят, что я должен поступать вот так-то, так-то. А действительно ли это так? Вот, может быть, лучше к шатриям не сражаться, как вот предложил, собственно говоря, Арджуна с самого начала. Может, ему надо развернуть колесницу и поехать. Пусть они там сами разберутся, да? И вот тогда, а что такое изучить? Ну, по сути говоря, сделать некоторый мысленный эксперимент. Например, допустим, я поступлю таким образом. Каковы долговременные последствия того, что, ну, например, там, к шатри перестал сражаться? То есть, в целом или плохо? Ну, может быть, ситуативно для меня сейчас. Ладно, я уехал, как бы, слава богу, да? Но в долговременной перспективе, если все к шатри перестанут сражаться, так сказать, что из этого произойдет? То есть, будет ли в целом, как бы, человечество, так сказать, мои потомки, как бы, там, мои близкие и так далее, от этого счастливее или нет? Если хорошо подумать, то, может быть, и нет, да? То есть, зачастую нам, может, там не нравятся какие-то проявления, например, манипурные, там, со стороны, там, государства, да? Но вспомните, там, не важно, 14-й год, когда... 14-й год, когда, там, исчезла милиция с улицы. И тогда пять дней, ну, в Харькове не было милиции, и реально было страшно, потому что ты еще чуть... Появятся банды, как бы, когда появились первые милицейские машины с флагами Украины из торчащих порточек, уже даже гаишников были рады видеть, да? Почему? Потому что, ты понимаешь, что, по крайней... Вот сейчас бардака не начнется. То есть, как бы, все, есть кому-то этим заниматься. Вот и получается, что эта дгарма, она нужна, да? И, соответственно, когда мы анализируем какие-то свои дгармические функции, мы можем понять, что из этого действительно правильно, объективно, нужно и так далее. И когда мы их действительно тщательно изучили, мы пришли к каким-то, как бы, этическим ответам относительно того, как правильно или неправильно поступать. И вот когда мы тщательно изучили... У вас тоже появилась эта хрень? Вот так исчезла, да? И вот когда мы действительно изучили свою дгарму и приняли осмысленные, так сказать, выводы, сделали, вот тогда, так сказать, как бы, мы выбираем, как правильно поступить уже вполне осмысленно из каких-то более общих соображений. Ну, если брать вот эту медитацию, опять же, соотносить это с астоическими медитациями, я бы это соотнес с медитацией в стое. Есть такое понятие катекон. Катекон дословно корень эко, то есть, как бы, двигаться, а ката вниз, то есть, то, что на нас не сходит. То есть, ну, как бы, наши обязанности, которые мы обязаны выполнить по жизни, да? Причем, ну, вот индусам в данном случае было чуть проще, потому что, как бы, эти обязанности, которые нужно выполнить по жизни, они, как бы, вытекают из касты, да? У греков все сложнее, потому что, скажем, таких строгих кастовых требований, ну, как бы, нету, да? Но все равно есть ощущение, что ты по жизни обязан поступить, ну, с точки зрения твоей внутренней этики, которая вытекает из представлений, ну, как бы, о гармонии мира каким-то определенным образом. То есть, и фактически здесь медитация относительно, как бы, принятия должного, принятия то, что ты, как бы, и так должен сделать, но принятия вполне себе сознательного. То есть, ты понимаешь, что, как бы, этот долг, который ты выполняешь, вот он действительно, как бы, нужен. Понятная идея, да? То есть, по сути, здесь мы рассматриваем некоторую медитацию, которую я бы соотнес с медитацией проработки мировоззрения. То есть, наши поступки должны вытекать из нашего мировоззрения. А для этого нужно очень тщательно изучить, ну, скажем так, свои представления об этическом долге. Что мне правильно делать в какой-то ситуации и что мне неправильно делать в какой-то ситуации так, чтобы мир, то, что я делаю в такой-то ситуации, влияло на мир таким образом, как я считаю правильным, оно должно влиять. Вот такая, ну, может быть, не знаю, тут посложнее медитация, но, тем не менее, надеюсь, вы уловили. Так. Следующее. Тут я прямо целый пласт... Ну, я не стал санскритски выделять цитаты, потому что они стуть важны, да. Ну, фактически Кришна полемизирует с ведами в этой ситуации. И это, собственно, такой раздел, который не любят там всякие хришнаиты и так далее, потому что у них там видит культура. Вот. Но на самом деле Кришна полемизирует с ведами, и он утверждает, что, ну, в сущности, для кшатрия, вот, ну, как бы, те люди, которые... Ну, почему засомневался Арджуна, да? Потому что он усомнился в правильности своих поступков с точки зрения вед. И в данном случае Кришна делает совершенно правильный и понятный терапевтический ход. То есть, если есть некоторое писание, которое мешает человеку поступить правильным образом, необходимо что сделать? Диссоциировать его с этим писанием. А как можно диссоциировать человека с какой-то точкой зрения? Ну, в интеллектуальном смысле можно подвергнуть интеллектуальной сомнению саму точку зрения. Ну, видимо, в условиях поля боя это было сложновато. Вот, то есть, потребовало бы большего количества усилий. Но можно диссоциировать, подвергая сомнению тех людей, которые высказывают это писание. То есть, помните, когда это техника диссоциации через заинтересованность, когда, ну, мы разбирали это как одну из амортизаций на Арджуна. То есть, если человек, допустим, высказывает точку зрения, мы смотрим, а нет ли у него выгоды в том, чтобы высказать соответствующую точку зрения? А доверяем ли мы вообще этому человеку, даже если он высказывает, ну, или там, не знаю, государству, да, как бы там, которая говорит, надо поступать так-то. А действительно ли это объективно так, или это есть некоторая заинтересованность каких-то сил, которые эту точку зрения толкают, как бы и так далее. Понятно? Так вот, в данном случае, видите, как бы Кришна подвергает сомнению именно этот аспект. Он говорит, что вот люди, которые удовлетворенные буквой «вет», произносят цветистые речи. Но при этом эти люди исполнены желаний. У них разум привязан к удовольствиям и богатству. Ну, поскольку все-таки человек, который, ну, в Ведах много ритуалов, направленных на получение богатства, там, счастья и так далее. А с другой стороны, они ограничиваются с феной трех бун. А с третьей стороны, есть какая-то, ну, игра, что, а стоит для тебя, ну, последняя строчка, сколько пользы в малом пруде, когда вода стекается отовсюду, столько же пользы в Ведах для того, кто уже простил истину. То есть, если ты уже простил истину, ты можешь отбросить эти, как бы, источники и так далее. То есть, вы понимаете, что происходит какой-то процесс дискредитации, да? Тут, конечно, справедливости ради можно задаться вопросом. А нет ли, ну, и у меня была такая когда-то идея, не знаю, дойдут ли лапы или нет, но можно уже начать, да? Разобрать, например, ту же пхагавадгиту не с точки зрения медитации, но и с точки зрения манипуляции. Ведь если хорошо внимательно просмотреться к этим строкам, то мы увидим, что здесь есть определенное когнитивное искажение, здесь есть манипулятивный фрагмент. Ну, или, по большому счету, нарушение адекватной логики изложения. Вот кто понимает, где здесь логическая ошибка в этих строчках? Ну, даже если неправы те, кто говорят там какие-то вещи, ты еще не знаешь, что в целом теория неправа. Абсолютно точно. То есть, на самом деле, может быть, действительно люди, которые это все делают, они привязаны к наслаждению, может быть, они вообще мудаки конкретные, как бы, может, что угодно и так далее, но это ничего не говорит о достоверности их знать. То есть, это, по сути, тип спора связан с переходом на личность. Раз говорит неприличный человек, то и то, что он говорит, всегда априори плохое. Хотя то, что говорит человек, никак не связано с качеством его личности, и наоборот, по большому счету. В этом смысле, конечно, это абсолютно точно, это манипуляция, и это, ну, скажем, такая не совсем честная игра. Но, с терапевтической точки зрения, это может быть обосновано, если, ну, опять же, мы вышибаем у человека некоторые подпорки, которые связаны с той или иной концепцией, ну, как бы, дискредитируя ее. Ну, если у человека акта недостаточно сильная, чтобы, так сказать, разделять носителя теории и саму теорию, то, в общем, как бы эта практика вполне может сойти, ну, как в терапевтическом, так и в манипулятивном, то есть, негативном ключе. Понятно, да? Вот этот... Гура, можно вопрос пока? Да. Вот этой предыдущей медитации, чем-то это напоминает, вот то, что мы делаем на аналитической медитации, когда там подвигаем сомнение на чью-то точку зрения. Это вот корректно сравнивать или это все-таки другой механизм был? Например, когда мы работаем с какой-то там подсадкой чего-то мнения. Да, да. Да, то есть, ну, скажем, инструментально это может сработать. Конечно, это оно. Но, опять же, скажем так, если мы работаем чисто, в том смысле, что мы корректно мыслим по аджине и так далее, то, конечно, если мы понимаем, что точка зрения человека, который подсел, она... Сама подсадка обусловлена его эмоциями. Это еще не значит, вообще говоря, что эта точка зрения ложна. То есть, по идее, нужно было бы разобрать на обоих уровнях. И на эмоциональном, и на интеллектуальном. То есть, нам нужно и объяснить, почему эта точка зрения ложна, и почему этот человек так сделал. Тогда это было бы идеально. На практике, поскольку, скажем, большинство людей не в состоянии разотождествить идею его носителя, то, в общем, срабатывают и половинчатые такие меры. Так, хорошо. Следующая строчка, она, на мой взгляд... То есть, она подытоживает рассуждение по поводу борьбы с писаниями. Таким... Ну, там немножко она меня... Ну, как... Есть скачок определенный такой, но это как бы мы возвращаемся к той же самой теме. И мне эта строчка очень нравится, потому что... То есть, не потому что... Она нравится, и поэтому я даже в книжке тщательно разобрал. Но... Как раз она не нравится очень мной. Комментаторам как бы ее почти всегда игнорируют. О чем здесь речь? Опять же, о писаниях. Ну, имеется в виду веды и так далее. И когда твой разум противопоставленный. В данном случае в оригинале использовано слово «випрати панна». То есть, панна, корень пад, ставить. Панна – это пассивное по части прошедшего времени поставленный. «Прати» – напротив. А «ви» – это как бы «рас», «вы». То есть, «рас противопоставленный». Вот так, если дословно перевести. Но в русском языке такого слова нет, поэтому ограничиваемся противопоставленным. И неподвижный разум утвердился в Ксамадхе, и ты достигнешь ее. Вот фактически, давайте попробуем понять. Ну, совершенно понятно, почему эту строчку не любят комментарии, потому что идея, что разум благодаря Ксамадхе противопоставлен писанием, ну, в общем, это как-то не очень камильфо. Но на самом деле мысль совершенно здравая. То есть, действительно, на нас может влиять какая-то точка зрения, человека, социума, там, религии, еще что-то и так далее. И фактически, когда на нас оказывается авторитетное влияние, ну, довольно сложно достичь состояние неподвижности разума. То есть, ну, например, мы начинаем волноваться. Ну, хорошо, даже в какой-то ситуации, там идет невротизация на тему войны, и там, хошь не хошь, многие начинают волноваться. Потому что, ну, все-таки, там, не знаю, агентство Рейтерс сказало «ю», а там Вашингтон-Пост сказал «ю», как бы и так далее. То есть, вот каждое такое, как бы, высказывание, каждый такой вброс, он заставляет волноваться все больше и больше. И разум перестает быть неподвижным. Наоборот, он становится чан-чала, то есть, как бы, бегающим и подвижным. Что такое противопоставленное писание? Вот давайте, опять же, опредметим это в каком-то современной модели. Может быть, это свое сформированное мировоззрение, да, которое уже не пошатно, как вот мы говорили, что у стойков более там… А, но вот это правильно, но это слишком общо, да? Вот что такое, ведь, обратите, ну, конечно, может быть, у меня есть такое мировоззрение, и все, что мне там говорят, мне, так сказать, до лампады, да? Ой, перст. Ну, это какая-то, скорее, ригидность аджной, если вдуматься, да? То есть, я просто не хочу слушать все это, понимаете, как дети, там, не вижу, не вижу, не вижу, не слышу, не слышу, не слышу, там, как бы, и так далее, да? То есть, все, я полностью агентство оградился. Понятно, что идея-то не в этом как-то, да? Возможно, речь в том, чтобы увидеть границы канона, ну, или границы каких-то правил дискурсивных. Границы, да, это уже более здраво, да? То есть, фактически, мировоззрение не может быть сформулировано на все дальнейшие случаи жизни. Любая новая информация, она как-то по определению должна взаимодействовать с мировоззрением. Но она может взаимодействовать по-разному. Она может колебать мировоззрение, да? Она может способствовать расширению мировоззрения, она может вызывать сомнения, как бы, и так далее. Юля, что вы хотели сказать? Моя версия – это то, что стоит поддавать сомнения мысли авторитетов, то есть, не принимать их… Нет, понимаете? Сомнения – это очень важный момент интеллектуальной деятельности, но он является промежуточным. То есть, из серии, вот мне что-то сказали, ну, еще посмотрим, так это или не так, да? Но в данном случае хорошо, но если у вас есть время посидеть, посмотреть на диване, как бы, то, в принципе, нормально, да? Но если вам нужно, вот хорошо, там, вот мы сейчас находимся в ситуации, которая по своей природе похожа на ситуацию, как бы, отбита, да? То есть, между двух армий, да, или там, вот, ну, Украина, я имею в виду, допустим, вот тут Россия, тут, там, НАТО, как бы, и так далее. И вот возникает вопрос, что в этой ситуации делать, да? То есть, то ли, так сказать, гречку покупать, то ли в другую страну уехать, то ли записываться в ряды территориальной обороны, то ли, так сказать, уезжать в домик в деревне, то ли еще что-то, да? То ли ничего не делать, продолжать спокойно заниматься своими делами. Это же тоже деятельность, да? И есть какие-то аргументы с одной стороны, есть аргументы с другой стороны. Можно сказать, ну, я сомневаюсь, в твоих аргументах сомневаюсь, и в твоих тоже сомневаюсь, и в своих сомневаюсь и так далее. Но вот завтра надо что-то делать. Сегодня надо что-то делать, да? И на основании сомнения нельзя поступить никаким образом. Поступить можно каким-то образом только на основании принятого решения. И в нем уже сомнений быть не должно. То есть, сомнения – это промежуточный этап. То есть, часто, конечно, сейчас тему сомнений очень любят многие, потому что она такая, ну, знаете, снимающая ответственность. А я сразу сомневался. И этим не верил, и этим не верил, и этим не верил. Но это все, конечно, очень весело, забавно, до какой-то степени, да? Но, опять же, если реально ситуация не драматична, то есть, когда Кришна стоит, так сказать, там вот среди двух армий, как бы, и так далее, ему нужно понять, вот, в смысле Арджуна, да? Хорошо, там, я сомневаюсь в авторитете вед. Офигенно. Ты сейчас сражаться будешь, как бы, или ты дашь себя убить, как бы? Или ты здесь сражаться будешь? За кого ты будешь сражаться? Вот тут сомнениями не отделаешься. Поэтому все-таки, наверное, да, Димка, твои мысли. Я думаю, может быть, это похоже на медитацию, когда мы выполняли, допустим, есть там сторона за и сторона против, и мы, допустим, рассматриваем как аргументы за одной стороны, так и другой, становляясь на свою сторону. То есть, мы, как бы, не придерживаемся только одной стороны. И здесь, как бы, изучая вот эти аргументы, мы приходим к какому-то своему выводу. Да, но мне кажется, здесь даже вторая сторона лишняя. То есть, фактически, нам нужно, изучив аргументы, действительно утвердиться в своих выводах и уже несомненных. То есть, мы можем сказать, да, эти аргументы достоверны, или эти аргументы недостоверны. Как бы, или там, я считаю, что это мнение высказано для того-то, для того-то, для того-то, да. И если ты действительно учел все факты, как бы, ты соотнес все данные, как бы, ты использовал максимальное количество своего обственного аппарата, в конечном итоге ты остаешься, допустим, у тебя есть какой-то вывод. И так, я считаю, что это вот так-то. И если ты понимаешь, что ты провел эти операции честно, то есть, не просто там, ну, будем надеяться, что все будет окей, да, или там, будем надеяться, что они нас там обманывают, или будем надеяться там на то, что они обманывают, как бы, и так далее, да. И если ты провел все эти операции честно, то у тебя возникает четкое понимание, что тебе делать. Исчезает колебание. И фактически вся тема абхагавангита – это тема устранения двойственности, все та же тема устранения двойственности, которую мы на развязках и где угодно используем, понимаете? Поэтому в конечном итоге противопоставленные, здесь опять же все-таки идея противопоставленности – это не идея просто агрессии, а идея четкого пройти – это напротив, или от, если бы точно, мы точно отодвинулись и рассмотрели иную точку зрения. Если мы ее рассмотрели, мы ее рассмотрели во всех деталях, и вот мы все поняли, как оно устроено, понимаете? А «ви», опять же, вот приставка, мы, как русская «вы», как бы раз, разобрали, мы разобрали по кусочкам, опять же, тщательно изучили, и поэтому как бы чужая точка зрения нас действительно не волнует. Не волнует не в том смысле, что мы ее игнорируем, а в том смысле, что мы ее очень тщательно выслушали, поняли, и, так сказать, все полезное, что там было, как бы, равно как и факт высказывания этой точки зрения, он стал частью нас. Понятно? Поэтому, на самом деле, эта медитация как раз не в том, чтобы высказывать сомнения, а в том, чтобы тщательно выслушивать, и, ну, я это называю еще медитацией на абсорбцию, да, то есть и абсорбировать чужие позиции в свое мироразвение. То есть раз это сказано, то зачем, почему, при каких обстоятельствах и так далее. И вот тогда разум действительно будет неподвижен, то есть потому что мы пришли к окончательной точке зрения, и пребывает в самадхе в том смысле, что он собран. И это состояние, как видите, «та-та-та-да, йога-ма-ва-все-си», то есть тогда достигнешь йоги. Прочувствовали, да? Но это напоминает тезис-тезис-синтез. Вы понимаете, не всегда тезис-тезис-синтез, ну, или тезис-антитезис-синтез, потому что, да, ну, то, что вы говорите тезис-антитезис-синтез, как бы есть отдельная практика, которая называется вечара, да, то есть вот как бы когда мы посмотрели с одной стороны, потом с другой, такое дискуссивно-дискурсивное размышление. Ну, так посмотрели, так, то есть это может быть так, а может быть так. И в конечном итоге мы много раз ходили, пока, наконец, не нашли какое-то мета-сообщение, да. Но дело в том, что может оказаться, например, хорошо, вот вам сообщают, что там, помните, когда коронавирус был, там была такая фейк, что там завтра не выходить из дома, потому что самолеты будут распылять там антисептики, да. Ну, идиотизм, конечно, но неважно, все равно, что, кстати, слухи ходили, они тоже не понимают, будут, не будут, что там имеется в виду и так далее, да. То есть когда вы понимаете, что, ага, например, распылять антисептики, да, сколько нужно, там, не знаю, антисептиков, чтобы покрыть площадь, там, приличного города. Ну, можно посмотреть в интернете, что там, допустим, или там на банке, там, антисептиков, которым мы зал моем, там написано, что там необходимо, допустим, 50 граммов этого вещества, там, на 10 литров воды, которые, в свою очередь, используются, там, для 30 квадратных метров, да. Значит, для того, чтобы вот этим качественным антисептиком покрыть весь город, мы берем площадь города и понимаем, сколько нужно самолетов, да, что самолеты должны быть размером, не знаю, со что, да, так сказать, с поезда какие-то, да, которые льют и льют этот антисептик, да. Плюс мы понимаем вероятность распыления, там, еще что-то и так далее, то есть, ну, там, на какие места он попадет, на какие, то есть, это нужно залететь там мимо каждого подвала, спикировать туда, там, пыхнуть этого антисептика и так далее. И понимаем, что, как бы, высказывание абсолютно дебильное, да, то есть, ну, здесь же нет антитезиса, мы просто, как бы, находим место этому высказыванию в нашем мировоззрении, ну, и, соответственно, формируем, вот, как это випротепанно, это формирование своего абсолютно четкого убеждения по поводу данного высказывания. То есть, это высказывание является, там, невозможным, как бы, то сказанное высказывание невозможно, потому что, грубо говоря, не существует такого объема самолетов и антисептиков, чтобы реализовать эту затею. Понятно, да? Или, там, как бы, информация не подтверждена ни на одном серьезном издании, значит, как бы, а изданием с названием, там, YP286.com.ua, да, как бы, я не доверяю, потому что, так сказать, оно генерировано генератором случайных адресов, да. Поэтому, так сказать, я спокойно иду себе по городу, и у меня нет ни малейшего сомнения, что он вдруг начнет лить на голову, да. Поняли, да? То есть, ну, здесь нет антитезиса, что я хочу сказать. Это просто позиционирование высказывания в структуре других высказываний, внутри своего мировоззрения. То есть, мы это высказывание маркируем, как ложное, все, точка. Мы его ни с чем не синтезируем. Или мы это высказывание маркируем, как, например, попытку создать панику. Или маркируем это высказывание, как, там, неудачную шутку, да, или как остаток каких-то базовых мифологических форм. Например, вот тема по поводу, там, искусственного происхождения, не знаю, коронавируса, да. Вот откуда она взялась? Оказывается, эта тема придумана была лет на 300 раньше коронавируса, а еще даже на 700 лет раньше коронавируса. Каким образом? Потому что, например, когда была, допустим, известная московская чума какого-то там года, ну, при Екатерине II, подзабыл точные даты, были так называемые чумные бунты, потому что русские люди сразу поняли, что кто виноват в чуме? Врачи. Немецкие врачи. Немцам никогда особенно не доверяли, а поскольку, а других у нас не было врачей, извините, как бы, и так далее. Поэтому народ принял совершенно здравое решение. Начался чумной бунт, и народ пришел и разгромил в госпитале, потому что в госпиталях-то врачи ставят опыты над русскими людьми. Врачам, как бы, ну, кто спасся, так сказать, кто не спасся, кому бошку отломали, как бы, и так далее. Ну, а больных отправили по домам. Совершенно же нормальная реакция, да? С чумой. И сразу же, как бы, заболеваемость возросла, да? Но до этого, там еще, когда чума ходила по Европе, была же другая идея, что чуму создали евреи. И, как бы, тогда еще не было ни микробиологических лабораторий, ничего, но они ее уже сумели создать, как-то там, не знаю, так сказать, из обрывков крайней плоти или не знаю из чего, да? Ну, так, а сейчас китайцы, как бы, точно так же смогли создать, ну, все равно, как говорится, не то, что мы их не любим, но мы, они далеко, и мы их не понимаем, да? Поэтому, конечно, они думают, вначале мы себя заразим, а потом вас всех остальных, да, и так далее. Но они всегда так поступают, они злодеи, да? То есть я к чему? К тому, что вот когда мы понимаем, что, собственно говоря, сюжет повторяется, мы можем предположить, что раз сюжет повторяется, значит, скорее всего, это какой-то специфический обрывок или мем коллективного бессознательного, который, так сказать, переходит от одной эпидемии к другой, как бы, и так далее, да? Или вот недавно тоже, там, там, ну, это такой филологический меб, ладно, не буду сейчас заморачивать вас. Короче говоря, когда мы это позиционировали в своем мировоззрении, мы к этому определенным образом относимся. Да, Сереж, какая ваша мысль? Гору, у меня следующий вопрос. А можно ли рассматривать в общем случае, вот, когда мы, собственно, когда мы медитируем, мы ищем ответ, который мы не знаем? Вот, соответственно, как бы изначально, вот, в данном случае противописание, это вообще, как бы, во время медитации, когда мы противопоставляем то, что мы уже знаем, и мы ищем для себя новый ответ. Нет, все-таки я бы это не так сказал, потому что в данном случае во многих медитациях действительно существует вопрос, и более того, этот вопрос всегда сформулируется в рамках, ну, скажем, понятийного аппарата, который изначально сложнее нашего собственного. Почему эти вопросы, они всегда должны странно звучать. Откуда взялась твоя эмоция нынешняя, да? Вот, как бы, в принципе, задать этому человеку вопросу с улицы, но ему странно, почему же откуда? Оно у меня всегда было, я вот такой, да? Нет, вот ты ответь, откуда? И вот если он начнет таким образом думать, то психика перестроится. А в данном случае, если вот у нас есть некоторое, допустим, писание, ну, или авторитет, который нас каким-то образом давит, который нас невротизирует, да, и мы понимаем, что он это делает потому-то, для того-то, при каких-то обстоятельствах, это из того, что он говорит верно, это неверно, это не вопрос и ответ, это именно позиционирование суждения внутри других суждений. Это просто другой класс мышления, ну, или как бы другой прием мышления, другой медитативный прием, вот так скажу. Понятно, да? Понял, спасибо. Хорошо. Еще одна строчечка. Когда твой разум выберется из покровов заблуждения, ты станешь безразличным к услышанному и тому, что положено слушать. Это тоже идет в контексте веды. То есть то, что положено слушать в Шратавьясе, как бы это такая форма причастия, долженствования будущего времени. То есть то, что следует слушать. Ну, по сути говоря, здесь еще есть такой контекст отсылки к Йога-сутре, ну, хотя кто к тому отсылает еще. В Айраге определяется как власть ваше караха над тем, что увидено и услышано, но под услышанным имеется в виду священные тексты. То есть ты нейтрально относишься к священным текстам. Но, а вот давайте попробуем понять, в чем здесь медитация. Точнее, даже, ну, здесь даже вопрос не в медитации. Здесь в таком метафорическом, в метафорической форме выдается очень сложное мировоззренческое высказывание. Возможно, тут речь об устранении эмоциональных реакций на какую-то информацию и переходу, ну, как бы, к аналитическому восприятию этой информации. То есть, чтобы обдумать... Риска, но не на 100%. Все чуть-чуть сложнее. Заметьте, вот эта тема, ну, как бы, условно, безразличия, да, она... Ведь безразличие – это эмоциональная реакция, да? То есть разум – это интеллектуальная реакция. Фактически это вот та техника, которую мы используем на развязках. Что для того, чтобы развязать какую-то ситуацию, которая... А ведь всегда, когда мы говорим о завязке, это эмоциональная завязка, да? Для того, чтобы развязать, бессмысленно работать только с эмоциями. Необходимо пересмотреть взгляд на эту ситуацию. То есть вот в этой формуле содержится идея о связи когнитивных и эмоциональных функций человека. И заметьте, когда, вот только тогда, ну, здесь только не написано, ладно, я добавлю от себя, да, там, по рифме не влезло, да? Только тогда, когда разум посмотрит на ситуацию более адекватно, только тогда можно достичь эмоционального безразличия. То есть, ну, вы... Слово безразличие в данном случае опять не очень удачное в русском переводе, потому что оно эмоционально негативное. Здесь безразличие, ну, ровность и отношение, да? То есть ты сможешь ровно относиться к ситуации только тогда, когда ее адекватно воспримешь. Понятная идея, да? И это, в общем, не очевидная мысль. Ну, собственно говоря, мне кажется, для большинства людей, которые находятся в какой-то, ну, таком ньюэйджерско-психологическом дискурсе, эта мысль вообще не очевидна. То есть люди пытаются работать с эмоциями как таковыми, да? А давайте их отреагируем, а давайте, так сказать, их подавим, а давайте, так сказать, от них откажемся и так далее. Ни хера, так не работает. Только тогда, когда ты по-другому увидишь ситуацию во всей полноте, вот только тогда изменится эмоция. Ну, опять же, медитация – это или некоторая корень для всех остальных медитаций, философский вопрос, но тем не менее. Еще мысль по этому же поводу. Там было покров и заблуждений. То есть, может, здесь имеется в виду некоторая иерархия, что каждый следующий уровень – это тоже может оказаться заблуждением, его тоже надо переосмыслить. Да, да, да. Ну вот покров – моха калилам. Как бы моха – это одурманивание, корень мух, как в русском слове – мухлевать. Ну, моха – это такая очень важная метафора, вот она эквивалентна о виде, как бы, о варане в санскрите и так далее. А калилам – это действительно покрывало. Ну, калила, точнее, как бы. И, соответственно, ну, я переделал этот перевод, в русском переводе там, по-моему, из дебрей заблуждения. Но мне показалось, что все-таки покров – это как-то оно лучше, так сказать, отражает. И действительно, вот ощущение, да, скидывания покровов, ну, как вот я там сидел под одеялом, я скинул, как бы, я стал свободнее. То есть, вот в этом смысле намек на то, что каждый новый покров, он дает нам больше степеней свободы, здесь тоже содержится. Почему мне дебри не понравилось? Потому что дебри – ты бежал-бежал, он, наконец, выскочил, да? А здесь нет, ты просто убрал, как бы, оно тебе больше не мешает. Убрал, оно тебе больше не мешает. Понимаете? Так. Теперь несколько… Ну, оно, видите, немножко переплетено, эти блоки, но мы их расплетем. Несколько блоков, которые связаны с концепцией… То есть, до этого мы сейчас говорили о познавательных концепциях, то теперь мы говорим о концепциях деятельных. И вы помните, что одним из основных лейтмотивов Бхагавадгита является тема деятельности, связанной с отказом от результатов. Ну, так это как в бытовом ужасе понимается. А что понимать под этим на самом деле, давайте сейчас проанализируем. Итак, строчка. У тебя есть власть над деятельностью, но никогда над ее плодами. Пусть не будет причиной… Все, пока это первая мысль, ее можно анализировать отдельно. У тебя есть власть над деятельностью. Тут в качестве власти… Ну, опять же, я перевел немножко по-другому. Слово адгикара. То есть, ну, адгикара – это и управление, и контроль, и право. И адгикара иногда мейн-офис называется на хинде. То есть, это как бы там, где руководят. И посвящение, слово адгикара, кстати, тоже… Это инициация какая-то такая духовная, тоже переводится, да. Но не его плодами. Вот давайте как бы попробуем проанализировать эту часть медитации. Вторая будет отдельно. Это уже прямо медитация, да. Гуру, есть мысль, что то, на что человек может повлиять, это только то, что он в данный момент делает, исходя из тхармы, из чего-то. Но как только он произвел что-то, результат забрали другие люди. И что они там с этим результатом делают уже дальше? Нет, все тоньше. Гуру, это историческая медитация, дисциплина, действия. Да, это историческая медитация, дисциплина, действия. В том смысле, что вопрос не в том, заберут плод или нет. Проблема в том, что ты даже делая что-то, не можешь быть уверен, что плод вообще будет. Потому что, допустим, я там делаю что-то, и я думаю, что получится вот это-то. Но на самом деле, может быть, пока я шел, так сказать, я там упал, так сказать, ножку сломал, не дошел. Может быть, я делал-делал что-то, а потом выяснится, что это уже кто-то сделал, и это никому не нужно. Как бы я делал-дел, так сказать, но вот это восприняли не так, как надо, или не так, как я ожидал. Как бы или, 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 или бесконечное количество вариантов. То есть, когда мы начинаем нечто делать, мы должны четко себя признать, что мы не знаем, что из этого получится. И действительно, это то же самое рассуждение, которое в этой ситуации используют стоики. Вот ты, опять же, это та же самая медитация на попытку понять, что от тебя зависит, а что от тебя не зависит. Твоя деятельность от тебя зависит. Результат деятельности от тебя, по большому счету, не зависит. Это как бы первое рассуждение. Ну, то, что в стоицизме действительно называется дисциплина желания. То есть, а тогда возникает вопрос, а чему же я, что же меня мотивирует к этой самой деятельности? А интерес? А чувство долга? А, так сказать, удовольствие от самого совершения соответствующего действия? И так далее. И вот здесь вот вторая строчка. Пусть не будет причиной деятельности результат, но при этом не будет привязан к бездействию. Что тогда будет причиной деятельности? То есть, интерес или долг. То есть, я это делаю, потому что мне интересно это делать. Что из этого получится? Я не знаю. Потому что, если у меня есть расчет на то... По сути, это закон не западает. Если у меня есть расчет на то, что я сделаю что-то, и получится вот так, как я ожидал, Во-первых, оно никогда так не получится. А во-вторых, когда оно не получится, я сильно пробьюсь. Потому что я рассчитывал, а оно не получилось. А ты должен четко подать, твои адхикары, твоя власть, но это не так, там нет. Существует бесконечное количество других событий. Поэтому делай то, что можешь. То, что считаешь нужным. То, что тебе интересно. И тогда ты не пробьешься, независимо от результата. Тебе хотелось это делать, ты это делал. Вот знаете, пробой по этому закону или пробой по этой проблеме даже это, наверное, не закон, а некая форма рыхлости Манипуры. Когда в серии человек что-то делал, я понял, это никому не нужно. То есть у него было некоторое ожидание, что я что-то сделаю, все скажут, о, классно, аплодисменты, молодец. А мы только этого и ждали, что ты вот такое что-нибудь скажешь или сделаешь и так далее. А так не произошло. И я знаю людей, которые очень сильно пробивались по этим вещам. Ну, с другой стороны, ну, подожди, тебе было интересно, пока ты это делал? Тебе хотелось сделать? Хотелось. Ты сделал? Сделал. Ну, все. Занимайся дальше своими делами. Тебе весело было? Приятно было? Было. Все. То есть ведь ты можешь наполнить жизнью только один момент этой жизни. Этот самый, да? Сделать его так, чтобы тебе было интересно. Понятно? Что-то из того, что мы делаем, дает нам плоды. Что-то не дает. Если человек достаточно эффективен, в целом, как это, выходит больше плюсов. Если малоэффективен, выходит больше минусов. Но даже если выходит больше минусов, если ты прекратишь работать, вообще ничего не будет выходить. Поэтому не будь привязан к бездействию. Так это сложно сформулировано. Короче, продолжай действовать, несмотря ни на что. Мне кажется, что любой стойк подписался бы всеми четырьмя копытами, так сказать, под этим рассуждением. Хотя сказано совсем другой традицией. Сейчас. Так, ну это уже, так сказать, медитация нам попроще. Давайте подумаем, что это за медитация. Когда он избавляется от желаний проникающих в ум. Вот очень интересно. Это маногатан. То есть, ну, тут второй поддерж. В общем, причем в русском переводе там «исходящих из ума». Но я специально посмотрел два комментария санскритских пхакавадгитежа, и это неправильная расшифровка, проникающих в ум. И благодаря атману достигает удовлетворения в себе, тогда апартха называют его твердознающим. Ну, нас тут в сущности вот эти метафоры не сильно интересуют. Интересует «избавляется от желаний проникающих в ум». Давайте попробуем понять, о чем это медитация. Гуруя, есть идея, что по уровням психики в манах обрабатывает идеи, которые поступают от индрий. И они менее значимы по сравнению с будхи, а атман вообще в стороне от этого всего. То есть он как бы не обусловлен. То есть не идеями, которые появляются в манасе, то есть от органов чувств, условно. Не будхиическими, наверное. А не зависят от них. Да, то есть на самом деле, если вы внимательно даже послушаете то, что вы сами сказали, вы понимаете, что вы две мысли, сложно переплетенные, одновременно толкаете. Давайте их разлипим. То есть первая идея в сущности достаточно очевидная. По поводу диссоциации. Что опять же, если мы воспринимаем многие желания, как в действительности порожденные не нами самими, а приходящими извне, то опять же вопрос кутах. Откуда они возникают? Мы с ними разождествляемся и так далее. Вторая идея... Ну, эта идея у нас уже была. Вторая идея посложнее. Почему именно в ум? То есть, в данном случае, в манас, да? То есть не в будхе, как вы правильно заметили, и не только в индрии, да? Потому что фактически мы делаем следующий срез. То есть, да, действительно, в индийской традиции, вот вы помните, есть такой термин, как захваченность органов чувств. То есть, ну, например, нам что-то очень нравится, мы не можем на это не смотреть, как бы там, или там, это не есть, как бы, или еще что-то. Это, как бы, желание, как бы, первого уровня, да? Но есть желания, которые изначально идут от головы. То есть, по сути, они порождаются манасом. Помните, у Пелевина, там, как бы, по-моему, в Empire V, там такое рассуждение, почему вот стоит рядом два Мерседеса с одинаковыми ходовыми качествами, но это, так сказать, суперновая модель, как бы она офигенна там и так далее, а это уже двухгодичный отстой, на котором только лохи ездят, да? Хотя, по факту, ну, сравнить какие-то реальные объективные показатели невозможно. Существует просто идея, что это, например, в тренде, а это не в тренде. Это новое, а это старое, хотя, может быть, оно выпущено в этом же году, да? Оно физически не старое. Просто, так сказать, вот оно не модное, например, да? Вот и получается, что некоторые желания, они идут не от Индри, а от Маноса, от некоторых представлений. Ну, когда-то была в Харкеве, это группа «Пятница» такая, и у них была такая песенка, знаете, не на голову Гондон, это от Ума, это Вавилон. То есть, вот это от Ума, да? То есть, есть желания, которые идут от Ума, будучи сформулированными, знаете, какими-то идеями, например, там, трендовости, да? Или, там, допустим, принадлежности, там, какому-то сообществу, ну, там, вы теперь, там, такие-то, да? Как бы, замечательно, как бы, или, там, представление о, ну, как бы, то, что индуцирует зачастую, там, государство, религия, там, как бы, и так далее. Это все же идеи монастические, да? То есть, они существуют как некоторая, ну, такая конструкция. Если мы понимаем, что эта конструкция в нас входит и определяет наши какие-то локальные эмоции, желания и так далее, то бороться нужно с самой конструкцией. Понятно? Поэтому, так сказать, свой ум нужно, как это, идеи, которые входят в ум, нужно тщательно фильтровать, да? А что такое, благодаря атману, приобретают удовлетворение в себе? Ну, тут, видите, на санскрите оно звучит сложновато. Атмани эва атмана. То есть, атмани – это слово атман, в местном падеже, в седьмом. Эва – воистину. Атмана – слово атман в третьем падеже. То есть, посредством атмана, именно в атмане, туштаха, он удовлетворен. Звук. Ну, в данном случае, в комментарии написано, что в одном случае атман – это глубинное я человека, да? А в другом – это его, ну, как бы, поверхностно, ощущение себя, как бы, манаса и так далее. Может быть, так, может быть, не так, не знаю. Вот правильно перевернуть – благодаря атману, он находит удовлетворение в атмане, да? Ну, опять же, вот тема, опять же, про истинные желания и тому подобного рода вещи. То есть, если ты, как бы, знаешь, что самому тебе хочется, то ты в себе это удовлетворение находишь, да? То есть, ты делаешь то, что хочется тебе, а не то, что пришло из манаса. И в этом смысле это действительно такое нахождение важного лично себе, нахождение желаний именно своих, которые идут изнутри, нахождение переживаний внутреннего мира в себе, а не то, что навязывается, как необходимые переживания, роли и так далее. В этом смысле очень такая важная тема и техника. Уловили суть? Армесенька. Да. Вот следующая строчка. Кто ни к чему не привязан, кто, получая хорошее и плохое, не радуется и не ненавидит, мудрость того утвердилась. Ну, чтобы понять сложность медитации, нужно понимать такую специфическую правило санскрита, которое в русском языке практически отсутствует. Правило называется «Ядха сангхи» или «Согласно перечислению». То есть, когда у нас идет одно перечисление, а потом другое перечисление, вот как в каких-то языках программирования, в санскрите нужно считать, что вот в этом перечислении первое соответствует первому, второе вторичное второе, третье третьему и так далее. То есть, по сути, надо было бы переструктурировать эту фразу таким образом, кто не привязан, кто, получая хорошее, не радуется, а плохое не ненавидит. Мудрость того утвердилась. И вот тогда мы уже суть медитации начинаем понимать. Помните, ну, наверное, помните, а может быть и нет, есть такая китайская, наверное, помните, я ее в блоге написал когда-то, притча про китайского дедушку и лошадь. Когда дедушка нашел лошадь, ну, лошадь стоит дорого, как бы, ему сказали, ой, как тебе повезло. Ну, что он сказал, посмотрим, да. Потом сын упал его с лошади, сломал ногу, ой, как тебе реально не повезло, посмотрим. Потом война, всех в армию забрали, сына со сломанной ногой нет. Все опять, ой, тебе повезло, посмотрим. Ну, это притча бесконечная, да. То есть, по сути говоря, если мы говорим о технике, то что это за техника? Это техника придерживания слишком пиковых переживаний. То есть, как бы, то, что тебе кажется хорошим, может быть, оно и не так хорошо, на самом деле, да. Поэтому, как бы, относись к этому, ну, да, прикольно. Тогда не будет отката, когда выяснится, что оно не так хорошо. А то, что плохо, ну, может оказаться, что оно не так уже плохо, да. То есть, по сути говоря, удерживать себя от слишком резких эмоциональных качель. И это очень важно. Техника, я описал в книжке по йога «История идеи взглядов» по поводу того, что когда возникает, ну, как вот, есть некоторый уровень эмоциональных колебаний, которые ты, ну, легко выдерживаешь, да. Но если, как бы, колебание слишком сильное, нужно его придержать. Потому что, если ты выдержишь этого, ну, условно говоря, стабильного состояния, то, ну, скажем так, вернуться будет достаточно сложно, да. И, допустим, ты сильно возрадовался, тут что-то обломилось, как бы, и все, и трагедия, и так далее. А если ты, как бы, придержал себя и от хорошего, и от плохого, то, в общем, как бы, состояние равномерно ровное. Понятная идея? Ну, в общем, вполне себе простенькая медитация для работы с эмоцией. Дальше вот такая практика. Ну, ее хорошо бы, знаете, даже пропеть, да. То есть идея состоит в следующем, что у человека, который концентрируется на объектах чувств, зарождается привязанность. Из привязанности желания, желания гнева, из гнева заблуждения, из заблуждения затмения памяти. От затмения памяти пропадает разум, а из-за разрушения разума человек погибает. Ну, на сэнслитте оно, видите, тут, допустим, там, от сангат сангат самджаэте камах, камат кротха абхиэте, кротха с бхагавате саммохах, саммохат, смотрите, виб брамах, смотрите, брамшат будхо нашо, будхо нашат пранашь яти. То есть оно такое ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Вот такой ритм, понимаете? То есть вот такую как бы цепочку мы строим, да, вот цепочку, 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 от этого это, от этого это, от этого это, и все, и трындец. Вот я назвал этот тип медитации, ну, этот тип медитации очень любят буддисты, ну, в ранних текстах, и я назвал это мотивационная логика. То есть на самом деле, конечно, ну, в каждом из этих высказываний, ну, можно сказать, что подожди, а может быть у человека из привязанности родится не желание, а страх. Ну, такое может быть. Ну, в принципе, может, по большому счету, да. Но когда мы изначально простраиваем логику от того, что нас, ну, как бы то, что кажется нам еще приемлемым, к тому, что неприемлемым, к чему это может привести, да, у нас возникает некоторая мотивация остановиться в самом начале, да. Ну, например, в ситуации, когда мы призываемся к предметам. То есть если мы начали привязываться к предметам, то потом возникает страсть, потом возникает гнев, потом возникает затмение разума, а потом что-нибудь еще. Если мы знаем, что у нас приход, мы знаем, что у нас будет откат, да. И когда мы эту логику внутри себя простраиваем, у нас есть больше мотивов приостановиться. То есть, грубо говоря, мы только попали в какую-то ситуацию, мы сразу, а потом будет это, а потом это, а потом это, да ну его нафиг, да. Ну, я бы сказал, что это можно считать отдельной техникой. Хотя она немножечко такая, я бы сказал, ну, мнемоническое, что ли. Вот. Ну, не сказать я и не мог. Вот следующая медитация, она уже посложнее. И она такая, даже звучит странновато. То, что ночь для всех существ, в то время владеющий собой бодрствует. Что время бодрствования для всех существ, то ночь для мудреца, видящего истину. Под мудрецом, видящего истину, конечно, понимается йог, да. Вот о чем здесь речь? Давайте подумаем. Это такое очень сложное, глубокое высказывание. И к нему даже комментарии разнятся, да, классические. Можно попробовать ассоциацию? Ну, вот я начну со второй части фразы. То, что время бодрствования для существ, оно и для мудреца. И почему-то вспоминается Сократ, который говорил, там, я знаю только то, что ничего не знаю. Ну, то есть в то время, когда люди, не обладающие каким-то знанием, как бы считают, что они там в чем-то прям супер разбираются. То есть какая-то разновидность эффекта Дайнинга Крюгера. То есть чем образованнее человек, тем он больше, как бы, осознает границы своих знаний. Ну, это вторая часть. Время бодрства идет в ночь, да? Это когда-то, да, я про вторую часть говорю. Ну, можно по этим углом посмотреть, да? Да. А про первую часть, ночь для всех, все время бодрствования, ну, возможно, как раз момент тоже, то есть когда, ну, другие там люди, не практики, ну, как бы не особо там осознают, там, рефлексируют, там, что происходит. То есть в то время там, ну, практик йог, наоборот, ну, как бы, это бодрствует, видит, как бы лучше. Да, то есть, в общем, здраво. Может быть, еще какие-то мысли? Можно попробовать, Гуру? Да, пожалуйста. Смотрю с ключа, что, ну, вот ночью, типа, да, что люди делают? Они спят, да, как бы есть, ну, вот состояние сна, видение каких-то сновидений, того, что не является, может быть, реальностью, да. Это вот то, что ночь для всех существ, когда все спят, да, то йог пытается разобраться как раз вот в этих сновидениях, в там фантазиях, в чем-то, что не является сущностью, да, сутью, да, вот реальностью, а то, что является временем бодрствования для существ, то все равно как бы а-ля обычные существа, даже когда они бодрствуют и думают, что они спят, они все равно наполнены, да, то есть вот разными изменениями читы, можно так сказать. И для мудреца, для йога это все равно ночь, то есть это все равно наполненность теми же искажениями читы. Ну вот вы очень близки к комментарию Абхиновагубты к этой строке, вот он примерно так это излагает, да, то есть что ночь для всех живых существ это состояние, ну, неосознанного бытия, да, и среди неосознанных людей, как бы, йог должен продолжать быть осознанным. Помните, есть такое высказывание, я его в записках писал, там, ну, или вопрос из Махабхараты, кто спит, не закрывая глаз? Рыба спит, не закрывая глаз. Рыба – сильный символов йога, да, он пребывает в потоке сансары, в потоке бытия, да, он, ну, в этом смысле он все равно спит, но даже в этом сне он осознанности не теряет, да. А с другой стороны, под временем бодрствованиям, как бы, там Абхиновагубта, по-моему, указал, как локачешта, да, то есть мирская активность. И вот для человека кажется, что он активен в миру, там, что-то делает и так далее, и так далее, но для йога это подобно сну, то есть, ну, как бы, он все равно, так сказать, не воспринимает это все всерьез, как бы, и так да. В этом смысле, да, это, в общем, такое хорошее трактование, но мне кажется, что здесь еще есть много чего, да. Сейчас вот, Сергей, ваше предложение какое? Возникла идея некоторой привычки не искать под фонарем, то есть параллель то, что, то, что ночь для всех существ, там, где внимание не сконцентрироваться, там как раз имеет смысл искать там самое интересное. И то же самое, там, где светит общее внимание, туда, в принципе, лезь не надо, там уже, в принципе, все нашли, какие-то все интересные идеи. То есть, грубо говоря, вот как у Пифагора, помните, был аксун, не ходи по широкой дороге, да, то есть, ну, не по широкой, в общем, по общей дороге, как бы, что вот нужно поступать не так, как все в каждой ситуации, да, потому что там, где поступают все, ну, там, как бы, по любой чакре уже ничего интересного не найдешь, да, то есть, как по Манипуре, если все эту схему крутят, то она не может быть выгодной, да, так и по Анахате, если все так поступают, то это, как бы, ну, чей-то шаблон ты переделываешь и так далее. То есть, фактически, эта строчка, она как-то очень сильно диссоциирует, опять же, выковыривает человека, ну, как бы, практикующего из такого мирского пространства, да, вот, как бы, в санскрикской традиции была такая дихотомия локе амутра, да, то есть, локе это в миру, вот, в бытовом пространстве, а амутра, ну, как бы, там, дословно, как бы, в сакральном пространстве, в специфическом пространстве, да, и вот, как бы, идея относительно того, что йох, он, как бы, поступает не так, как все, да, не так, как от него ждут, как бы, и так далее, это тоже, в общем, один из смысл, ну, по крайней мере, смысл строки, которые можно извлечь, да. С другой стороны, тут можно, ну, то, что сказала Ивана, тоже, как бы, Ивлана, извиняюсь, тоже, в общем, как бы, наверное, правильно, да, но можно, вот, я бы еще добавил, например, какие здесь медитации? Вот, медитацию на расширение, манипуры, вот, опять же, ночь, это, ну, какое-то там, ну, словно, если мы возьмем тот период, это какое-то время неблагоприятное, там, ракшасы бегают, или какая-то херня происходит, и так далее, да, и для всех живых существ это время еще и не только темное, но оно еще и пугающее, да, но в это время для владеющего собой, то есть того, кто контролирует себя, самьямин, да, то есть тот, кто осуществляет постоянную самьяму, да, можно проявить максимальную активность, то есть потому что, если какая-то ситуация неблагоприятная, то из нее можно как раз извлечь максимум благоприятного, да, и наоборот, там, где все какую-то активность осуществляют, там, в общем, как бы уже делать нечего, вот, можно под таким углом посмотреть, да, то есть не может, ну, тема медитации на расширение и уплотнение в Анипур, а можно посмотреть, например, ну, или как бы в духовном смысле тоже расширение, то есть если мы оказались в какой-то неблагоприятной ночной ситуации, то вопрос, чему она учит, и опять же извлечь из этой ситуации максимум пользы, да, под таким углом можно посмотреть, можно посмотреть, как в боевом искусстве есть такое высказывание, мастер – это тот, кто живет там, где остальные умирают, да, очень похожее высказывание, совсем другая традиция, Япония, как бы там и так далее, но что-то в этом есть, да. Ну, а с другой стороны, разве, вот если мы посмотрим на это шлоку не просто как на медитацию какую-то постфактумную, да, а на медитацию ситуативную, да, вот на описание некого переживания, вот разве, допустим, не было вас ощущения, что вы приехали с семинаром, особенно по развязкам, там, где мы плотненько с осознанностью работаем, да, что-то вокруг все спят, смотришь, включаешь кино, блин, там, или, не знаю, телевизор, ощущение, они серьезно это все говорят, они с ума сошли и так далее, да, там, обращаешься с людьми, понимаешь, насколько они в этот момент зазомбированы, шаблонизированы и так далее, потом оно там привыкаешь через пару недель, как бы, и тоже возвращаешься в такое менее вздернутое, менее активное состояние, да, но по большому счету это тоже, как считать, что это состояние описано еще две с половиной тысячи лет назад, да, то есть, что йог бодрствует там, где все остальные спят, бодрствует в том смысле, что он осознан, тогда, когда остальные неосознанно. Красивая точка, да, чтобы думать. Еще какие-то мысли есть про нее или нет? Можно еще попробовать добавить? Ага, да, пожалуйста. Я еще подумала про то, что есть дискурсы разных уровней восприятия реальности, то есть, один кто-то может на одних частотах воспринимать реальность, то есть, у него может быть более сложный дискурс, более сложные слова и наоборот, есть люди, которые мыслят более простыми терминами, и если они мыслят более простыми дискурсами, то эти дискурсы, ну, что ли, менее понятны, менее воспринимаемы тем, кто на высших уровнях. Ну, как-то не очень, то есть, мысль-то, которую ты говоришь, очень здравая, но я как-то не очень понимаю, как она с этой строчкой коррелирует. Ну, то есть, человек, который, например, работает с более сложным дискурсом, то его не видит, то есть, это ночь для всех остальных людей, ну, кто не владеет этим дискурсом. И наоборот, если он мыслит более сложными категориями, ему сложно описывать реальность. Да, я понял. Это, ну, есть такая книжка «История Бога», я обсуждал как раз с уикендами, когда в карантине были, и там есть, вот, очень интересно разбирается разница между, по-моему, Григорием Низким и Василием Великим. И Бог есть свет или Бог есть тьма. Это, по сути, какая-то разница между западным и восточным богословием. То есть, для западного богословия Бог есть это свет, потому что в нем содержится все. А для восточного Бог есть тьма, потому что она непознаваема, она глубока, она бесконечна, как бы и так далее. Но тьма не в плохом смысле слова, да, а тьма в смысле для описания трансцендентного. Свет и тьма, да, то есть, вот то, что ты говоришь, очень похожая какая-то метафора, да, то есть, ну, как бы, что действительно для мудрого человека, с одной стороны, он обладает большим светом, да, но, с другой стороны, он существенно более непонятен окружающим людям. В этом смысле он есть тьма, да, как бы, что-то в этом тоже есть. Красиво. Видите, строчка такая, допускающая многие размышления. Тот случай, когда нужно медитировать не в смысле накрутки какого-то состояния, а скорее для, вот просто познания, для ассоциирования с глубиной метафора этих, что ли, вот так. Прикольно, прикольно, спасибо, да, это интересно. Так, ну что, двинулись еще дальше? Этот мир скован кармой, за исключением деятельности, осуществляемой как жертва, поэтому Каунтея совершает действия, будучи свободным от привязанностей. Ну, во-первых, здесь есть некоторый логический посыл, который нужно досчитать, да. Какой? Ну, простейшийся логизм. Мир скован кармой, за исключением жертвы, поэтому совершая действия, будучи свободным от привязанности, то есть действуя как жертву, осуществляя действия как жертву, да. Чего не сказано, но мы, как говорится, как люди, которые элементы логики понимаем, досчитать это можем в голове, да. И таким образом, что это за медитация получится? То есть фактически мы приписываем действие, мы можем действовать, делать то же самое, но приписывать этому действию иной смысл, иную интерпретацию. И приписывая действию иную интерпретацию, мы меняем эмоциональное отношение к этому действию. Ну, это не очевидная мысль, да. То есть потому что большинство людей находится в рамках уже сформированной интерпретации. Или интерпретации, то есть к которой они привыкли, и которая им нравится, или той интерпретации, которую, допустим, кто-то навязывает на их действие. Это ты сделал для того, чтобы вот. Нет, это я сделал, потому что вот. Но когда вопрос, делать это как жертва или как жертва, это как бы одна из интерпретаций. Но сама по себе идея относительно того, что можно играться с интерпретациями своих поступков, она интересна. И придумывать для своих поступков больше интерпретаций, чем две, да. И создать иерархию интерпретаций для своих поступков. Причем достаточно искренних интерпретаций. Более того, искать те интерпретации, которых мы раньше не видели. Ну, например, мы же кино разбираем и понимаем, что мы можем проинтерпретировать фильм таким образом или таким. А свой собственный поступок можем проинтерпретировать разными способами? Да, можем. И зачастую, если мы находим интерпретации, которые для нас были неочевидны, но они, например, могут быть как бы травматичными для окружающих людей, то мы можем увидеть, например, природу своих завязаний. То есть я бы сказал, что эта строчка, она открывает целую нитку медитации, да. Прочувствовали? Да. Следующая техника, ну, или строчка, я ее неоднократно цитировал. Сейчас. Что бы ни делал великий человек, то и делают обыкновенные люди. Народ принимает те критерии, которые он устанавливает. Ну, мысль, в общем, здравая, как этот самый. Просто, так сказать, непоколебимо здравая. Но какая медитация отсюда вытекает? Ну, что нужно думать о том, как твои поступки являются. Ну, как бы да, обратная эмпатия. То есть, ну, причем обратная эмпатия не в смысле только эмоций, а в том смысле, что ты поступаешь каким-то образом, и тебе кажется, и может быть, это даже правильно, ситуативно для тебя там и так далее, и так далее. Но я назвал эту медитацию на отражение твоих действий в поступках других людей. Но если ты так поступаешь, то люди, другие тоже начнут так делать, и может оказаться, что если они так начнут делать, это уже не будет прикольно. А значит, то действие, которое локально было правильным, глобально оказывается неправильным. Потому что, ну, как бы, когда какой-то поступок отражается в делах и поступках людей, ну, скажем, менее развитых, чем ты, то это всегда выглядит очень гротескно. Ну, как, условно, нарушения родителей гротескно видны на детях, да, потому что дети, ну, как-то делают это менее искусно и более истерично, да. Точно так же, как бы, и твои поступки могут отразиться, как бы, в каких-то людях. И так оно было нормально, а стало ненормально, да. И вот это ощущение присматривания, ну, или, как бы, по крайней мере, постоянной медитации, а как это отразится в других людях, и является какой-то специфической формой вычищения своих поступков. То есть, если мы знаем, какую форму вычищения, например, чакральные законы, да, но ведь чакральные законы мы все равно мыслим только в системе отчета «я», да. Вот я так поступил и не потерял там манипурную, арахатную, сфатесханную, ажамскую энергию. И это, в общем, правильно. Ну, как бы, правильно, но не совсем. Потому что я поступил, не потерял, но остальные люди, поступив таким образом, так сказать, получилось не так красиво, да, значит, в конечном итоге все равно ты потерял. Система стала менее совершенной. Вот это ощущение, чувствование системы вокруг себя, людей, которые на тебя смотрят, которых ты воспитываешь, которые тебе подражают, и так далее. Это как некоторое такое, знаете, вот как эти… В отелях иногда вешают такие зеркала в ванной комнате с усилением там пятикратным, да, и ты там какой-то прыщик смотришь на него, а там он имеет конкретно чудовищные размеры, да, и ты так уже понимаешь, что прыщик, так сказать, надо бы с ним что-то сделать, потому что некрасиво будет выглядеть, да. То есть возникает повод вычищения. Мне кажется, очень важная медитация и очень красивый критерий, да, для следующего уровня работы с законами. Ну, и, я бы сказал, некое продолжение этой медитации. Поэтому не следует… Мудрому не следует смущать ум невежественных, привязанных к деятельности, пусть сосредоточены, действуют, побуждая их любить всякое дело, да. Ну, тут две, на самом деле, мысли, и их можно рассматривать как отдельные медитации. Вот обратите внимание, что в русском переводе «смущать», а в санскрите «будхи бхеда», бхеда – это расщеплять, разделять, как бы внушать сомнения. Ну, бхеда – это делить вообще и так далее. Поэтому не следует осуществлять расщепление ума для невежественных, да. То есть почему? Потому что, ну, как бы не всегда, не факт, что если человеку разломал мировоззрение, он его может потом опять по кусочку собрать. Как бы это требует определенного усилия, и иногда потребует помощи. А если он еще аджнанаха, то есть он невежественный, да, то, в общем, это усилие может оказаться невосполнимым. То есть, и, ну, опять же, здесь возникает о последствиях. То есть, допустим, надо весело человеку, так сказать, мозг вынести и так далее, но если попробовать посмотреть, как дальше будет жить человек с этим вынесенным мозгом, да, то может оказаться, что качество его жизни в среднем упадет, да, и система опять же нарушится. Ну, и мне кажется, что вот это такое отношение бережности к чужим сознаниям, ну, мне кажется, он хорошо запостулирован. А с другой стороны, вторая часть, пусть сосредоточена, то есть юктаха, действует, побуждая любить всякое дело, да. То есть, само ощущение, то есть, ну, вот это похоже на предыдущую строчку, что, ну, своя, как бы, безупречная жизнь, она является, ну, как бы, или активная, она является вдохновителем для окружающих, независимо от того, чем вы занимаетесь. И нужно понимать, что каждое свое действие, это не только действие, но и поступок. То есть, ну, грубо говоря, если ты ведешь себя, так сказать, по-свински, да, пусть даже, так сказать, без ущерба для себя, да, но, как бы, когда люди начнут действовать точно таким же образом, как бы, ущерб все равно наступит. Понятна логика, да? Так что такая, в общем, тонкая. Опять же, ну, я это отношу к медитациям на гротесное отражение, да, на отражение своих действий, поступков, других людей. Ну, известнейшее высказывание тоже, да. Ширая свадхара в игунах. Лучше своя дгарма, пусть даже плоханькая, чем чужая, хорошо исполненная, да. Ну, честно говоря, я не вижу здесь, что есть какая-то специфическая медитация, но я просто не мог не вставить это высказывание, просто потому, что оно очень стоично, да. То есть, как-то, если тема стоицизма мулеет постоянно, и образ дгарма – это то, что тебе дано, как бы, сверху, и нужно понять и почувствовать, что же является подлинно моей дгармой, да, то есть, как бы, а что мне, в общем, делать и не нужно, от чего нужно освободиться. Не, ну, по сути, да, медитация таким образом есть, это же самое стоическое. Что из этого моя дгарма, да, то есть, что я сделан, обязан, а что, в общем, меня не касается. Ну, а не касается тебя, в первую очередь, то, что от тебя реально не зависит, да. Тут ответ, на самом деле, не так уж и сложен. Соответственно, это, опять же, медитация на факторы, которые от тебя зависят, и факторы, которые от тебя объективно не зависят. Потому что, опять же, сказать, ну, я не сторонник в этом смысле чисто стоического подхода, который сводится к тому, что от тебя вообще ничего не зависит, кроме твоего состояния. Ну, это слишком белая форма, в рамках серых форм, я бы предположил, другая. У тебя есть факторы, которые от тебя все-таки зависят. Вот. Но очень важно, как бы, найти их границы. Поэтому медитация, опять же, на вот этот поиск той самой лезвия, того самого лезвия бритвы, которая отделяет свое от чужого. И этот, ну, по сути, поиск, это не раз ищется, это ищется каждый день. Здесь я еще могу, так сказать, дать советы, меня услышат, а этот совет уже не услышат, значит, не надо его давать. Это, так сказать, здесь нужно вмешаться в жизнь человека, а здесь это ему уже помешает и так далее. То есть, ну, как бы, мы постоянно задаем себя вопросом, каковы будут последствия, да, зависит от тебя это или нет. Или последствия будут противоположны тем, которые ты хочешь, да. Ну, в принципе, это уже повторение. Думаю, можно это проигнорировать пока. Ну, это довольно понятная, простая медитация. Кто обратил взор внутрь себя, черпает счастье и радость внутри, тот йох, похвозишься в Брахман, тот достигает блаженства Брахмана, да. Ну, медитация это, ну, в какой-то мере, да, наверное, бхагавана, да. Но о чем это? Да. В общем, приходит на ум ассоциация про внутренний стержень. Скорее, про внутренний мир. Про внутренний мир. Вот то, чего мы говорим, что сейчас со временем обществе не хватает, да, переживания внутреннего мира. То есть человек слишком обусловлен внешними действиями для достижения каких-то переживаний. Поэтому я думаю, что это как раз, скажи, подсказка относительно факта существования внутреннего мира. Ну, переползу. В общем, странно сработало. Так, следующая медитация. Ну, это, в общем, она у нас есть в школе, просто имеет свое название. «Да из-за чего бы не уходил в сторону беспокойный, нестойкий ум, ну, читай Манас, да, следует, проявив твердость воли, возвращать его в себя». Костяшки, да? Помните, мы делали такую медитацию? А вот следующее – это уже немножко более сложная штука, да? Контролирующий себя посредством йоги ровно относится ко всем. Он видит себя во всех существах и всех существ в себе. Давайте подумаем, о чем это. Дальше. Я предполагаю, что это вот какая-то, может быть, на анахату медитация, когда ты не демонизируешь человека или события, понимаешь, что это вот нужно было для прохождения тобой какого-то опыта. Этот человек встретился тебе не зря, может быть. Ну, нет, это другая медитация, однозначно. То есть это медитация, все правильно ты говоришь, но это другая медитация. Может, это медитация на два, это по анахате, согласен, потому что с анахатой связано. Да, мне кажется, что даже правильно сказать, это не просто связано с анахатой, а это медитация на включение анахат. То есть если, например, ведь мы действительно, ну как, тут оно сформулировано в форме пожелания, он видит, даже не в форме пожелания, в форме свершившегося события. Но на самом деле ему следует видеть. То есть если мы начинаем присматриваться, ну хорошо, мы знаем эту технику для царицы и царевны, то есть если царица видит в царевне себя только 10 лет назад или 20 лет назад, то включается анахат. Если, так сказать, мы видим более высокого персонажа и понимаем, что он проходил те же этапы, что и ты, то включается анахата. Вот тебе видит себя во всех живых существах. То есть, ну и по сути, по поводу каждого человека, с которым возникает напряжение, можно увидеть свое проявление в этом человеке. Ну, как бы, да, кроме этих двух примеров, существует, ну, наверное, можно найти массу таких вот идей, да, то есть как в той или иной ситуации, например, там, как ты повлиял на жизнь этого человека, да, и в позитивном и негативном ключе. Но там ты есть, да. Это шутка, там, Лилька, мама любит выкладывать из серии, что, как бы, если вам понравилась, ну, для мужчины, если вам понравилась какая-то женщина, то скажите спасибо всем мужчинам до себя, которые сделали такой, да. То есть, ну, получается, все они в ней есть, но и ты в ней сохраняешься. Если ты повлиял даже плохо на человека, то все равно ты повлиял, то все равно в нем сохраняешься. Но и опять же на тебя повлияло огромное количество людей. И, по сути говоря, общаясь практически с любым человеком, ты можешь сказать, как этот человек влияет на твою жизнь. И уже повлиял, и в этом, кстати, он тебе есть. И когда вот эта медитация постоянно образом культивируется, то фактически это медитация на включение анахата. А если включается анахата, то возникает это ощущение равности, самадаршанаха. То есть, ну, как бы, равности отношения ко всему, потому что все так переплетено, что сказать где кто, кто, кого, чего, куда, вот исчезает. То понятно, что это состояние равности отношения к миру, оно скорее уже какое-то очень предельное состояние по анахате, но некоторая медитация, которая к этому могла бы подвести, дана, в общем, довольно толково. Ловили идею? Опять соединение неустойчиво. Следующая тут фраза, она содержит целый класс техник, которые, ну, пожалуй, я их объясню сразу, хотя, что пробуйте, да? Поэтому всякий час помятуя обо мне и сражаясь, вручив мне ум и интеллект, ты непременно придешь ко мне. Ну, понятно, что это говорит Кришна Арджуне, как бы в этом есть какой-то контекст, там, хакте, но самое главное слово здесь, конечно, не мне. Я, в общем-то, выделил это как отдельный класс медитации, который так и назвал Анус Марана. То есть, что такое Анну? Анну – это последующее вспоминание, да? То есть, ну, вот в русском, как ни странно, есть слово, которое выражает эту мысль, но оно в архаичном русском – помятование. Вот, чтобы вы понимали, о чем речь, вот возьмем, например, такое соображение. Допустим, мы принимаем какое-то решение. И вот мы принимаем какое-то решение, там, вот просто принимаем решение, или мы при этом помятуем еще о каком-то специфическом факторе. То есть, вот как в логике, там, нечто при условии того, что, да? И, например, если мы принимаем иногда решение, не помятуя о каких-то значимых событиях, мы принимаем, ну, другое решение, да? А теперь, например, мы можем взять какие-то факторы помятования духовные. Например, можем помятовать о последствиях, да? То есть, мы поступаем каким-то образом, помятуя о последствиях. И тогда наши решения, ну, будут, ну, как минимум, менее экстремальными, наверное, да? Или там более, ну, не то, что человеколюбимыми, но, по крайней мере, человекосдержанными, да? Или мы можем помятовать о смерти. Вот помните техника завещания, там, или еще что-то, да? То есть, мы делаем то же самое, но при этом мы понимаем, что мы смертны, да? И тогда мы начинаем как-то более относиться к своему времени или более ответственно к чувствам близких для себя людей, как бы, и так далее. Или мы можем помятовать, так сказать, задачи, которые перед нами стоят. И тогда мы избавляемся от чего-то, ну, ненужного, и так далее. То есть, это огромный пласт техник, идей, как бы, и так далее. Причем вот это помятование – это как-то, ну, зацепка своего сознания за что-то более сложное и глобальное, да? То есть, чем выше мы помятуем какую-то концепцию, принимая какое-то бытовое вполне себе решение, да, тем более, ну, что ли, тонкое решение мы принимаем. Хотя бывает, что это решение принять сложнее, потому что, ну, больше факторов, одно дело принимать решение, там, подбросил монетку и пошел, да, как бы, и так далее, да? Это такое предельно случайное решение без всякого помятования, да? Но если мы при этом, как бы, все-таки имеем в виду какие-то дополнительные факторы, конечно, думать сложнее становится. Но зато и решения получаются более, ну, грубо говоря, духовными, да? Вот это я назвал медитацией на помятование. Ну, как такой термин медитация на помятование в индийской традиции нету, я его сам придумал, анусмарана, да? Но вот в глагольной форме анусмара, то есть, это императив второго лица, то есть, думай, думай, помятуй, да, обо мне, делай, помятуй обо мне, такое есть. Поэтому, в общем, думаю, что такой тип медитации вполне законно ввести в обиход, да? Да, Ивана. Гура, можно ли сказать, что, ну, вот, назвать, что ли, что это как медитация на метаконтекст, для того, чтобы человек... Нет, нельзя, потому что метаконтекст всё-таки предполагает некоторое введение новой мерности размышления, новых осей размышлений. А в данном случае мы не вводим новую мерность, да? Мы просто, как бы, учитываем некоторые глобальные факторы, которые мышление само по себе, оно не меняет, скорее, оно меняет действие. Вот что тут разница, да? Как раз можно сказать, что это не метаконтекст, а просто контекст. Я тоже, у меня была вторая мысль, это не дается на контекст. Да, 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 вот так хорошо, да. Контекст. И, считывая контекст там того-то, того-то и того-то, внутри этого блока принимаешь эффект. Хотя вот слово контекст, оно всё равно чуть бедноватее, потому что контекст всё-таки, он как-то предполагает чисто вишутовские, аджновские вещи, да? А здесь, например, могут же быть и эмоциональные, да? Ну, в общем, оно как-то так вот на границе. Ну, хорошо, например, ты там принимаешь решение, там, не знаю, там, зайти к маме в гости или нет, имея в виду, что ей уже много лет, да? Ну, контекст, ну, хреново знаю, может, контекст. Ну, контекст, скорее, тут либо в лингвистическом смысле, как контекст, то, где внутри этого текста находится текущее решение. Или можно ещё технологически посмотреть, программерски тоже есть термин контекст, когда ты набираешь что-то в контекст, и внутри этого контекста действуешь? Ну, наверное, ну, в общем, да, наверное, можно сказать, что это контекст, да. То есть, но опять же, да, вот когда у человека, это анус-мары нету, как бы, или анус-мары нет, да, то, ну, как бы, ну, как, знаете, решение задач без начальных условий. Вот для физика, понятно, там есть формула, есть начальные условия, да, вот подставляем начальные условия формулы, и тогда получаем более точное решение, а не решение вообще в общем виде, которое представляет собой красивую формулу, как бы, всё, да, то есть, и часто ни о чём. Понятная идея. Ну, чисто с практической точки зрения, конечно, когда мы делаем техники анус-мары, то те факторы, которые мы учитываем, они должны возвышать. Вот. С другой стороны, чем точнее мы определяем контекст, чем, как бы, яснее, чем в большей степени мы понимаем, что мы не вырвемся из этих начальных условий, да, тем, ну, скажем так, как более взвешенные и зрелые решения принимаются, да. Ну, например, вот та же техника памятования, вот она там в исихазме есть такой термин, вы выглядели звук, памятование о смерти, да, то есть, вот, как бы, мы поступаем, понимая конечность своего бытия, да, ну, и тогда, как бы, ну, как бы, в принципе, мы знаем, что оно конечное, да, но при каждом конкретном решении это может быть и забыто, да. Но если мы не забываем, то решения получаются более зрелыми, то есть, более высокими. Ну, какое-то такое соображение. Прочувствовали, да? Так, что у нас еще интересненького есть? О, это цитата, которая вошла, если вы помните, в, помните фильм, сейчас, «Тайные страсти», да, и там просто дословно поцитировалось это высказывание. «Я есть время, могучий разрушитель миров, я пришел сюда, чтобы их уничтожить». Это Кришна говорит. «Даже без тебя все эти воины, которые стоят в боевом строю, не останутся в живых. Поэтому встань, воспряйся, наслаждайся, они все уже убиты мной, будешь лишь только моим орудием». Вот это такая хитрая штука. Давайте попробуем пообсуждать ее. Какие тут мысли рождаются. Вот понимаете, как вообще написана Бхагавадгита? Она написана, я бы сказал, такой по принципу накопления пафоса к 10 главе. То есть кульминационный пик, конечно, 10, 11, 12 главы. Первые советы, которые дает Кришна, они такие довольно бытовые. Фактически нормальная психотерапия. Откуда оно взялось? Достойно ли это тебя? Такого рода практики. Все равно, что ты не умрешь и так далее. Потом идет тема самоконтроля, потом идет тема знания. В 10 главе называется «Йога-созрцание божественного образа», когда Кришна показывает, дает Арджуне просто мистический опыт созерцания себя во всей полноте. И тот охеревает и так далее. Ну и потом на этой волне 11 глава, когда вот такие высказывания, видите, они такие метафизические. Я время, я разрушитель миров. Мои лучи сияют ярче тысячи солнц, как ядерная бомба и так далее. И все эти воины, которые здесь собрались, уже давно убиты мною. После этого ты выходишь, вдумайтесь, как это переживание, когда ты это понимаешь, что они все уже мертвы. Осталось просто это рассуждать. Или это все уже произойдет. Оно уже свершилось в каком-то метафизическом пространстве. Природа уже такова. Но это такое яркое переживание достаточно, если до него удастся достучаться. Но в чем его природа? Азилиш? Появилась мысль о том, что в принципе человек, он временный, и он в принципе когда-то умрет. И вот это как раз понимание этого факта драматизм уменьшает. То есть вот они выбрали сейчас стоять напротив друг друга с оружием, и возможно сейчас умрут, а возможно через 20 лет. Но это лишь способ. То есть формально чувствовать, что именно ты убил, в данном случае уже невозможно. Да. Ну как-то вот нет. Это мне еще кажется, ну, недостаточно разогнали переживания. Сережа, а ваше предложение? Возможно, мысль в том, что как бы независимо от того, ты ли это сделаешь или другие, это уже как бы предопределенный чем-то высшим результат. И вопрос только в том, поучаствоваешь ты в этом или нет. Ну, это уже твоя, как бы карма, условно говоря, а за тебя уже решили. Ну, не, мне кажется, простовато. Димка, а твоя мысль? У меня здесь ощущение, что он как-то обращается к оханкаре, какому-то ложному я, о его каком-то таком большом значении. И говорит о том, что какая-то медитация на преуменьшение немного себя, значимости своей роли в мире. да, да, то есть есть вот как это называется, те части высыхарской традиции, забыла слово, преуменьшение. В общем, но идея, да, вот как бы в данном случае ты думаешь, что от тебя что-то реально зависит, ничего от тебя не зависит. То есть в этом смысле это действительно размывают. Но почему оно еще размывает, да? Мариша, а твоя мысль? Да, я присоединяюсь к Диме, да, вот в ту же тему. И мне кажется, не бери на себя больше. Может быть, оно размывает как раз, когда ты себе присваиваешь какие-то заслуги, которые, ну, когда ты, допустим, ну, вот как, например, не знаю, удачный пример или нет, те же спонтанные мистики, да, когда они реализовывали какой-то поток и присваивали, например, это себе как свою заслугу, да, когда терялось это ощущение. Почему-то у меня такая ассоциация пришла. Ну так, интересно, Алинка, твоя мысль? Моя мысль, что есть процессы в мире глобальные, которые остановить одному человеку невозможно. Ну, то есть, есть какие-то закономерности в мире, которые уже запущены, ну, как вот там меха времени, что уже какой-то процесс какое-то время назад начался и он к чему-то уже непримерно приведет. И когда ты понимаешь всю глобальность ситуации, то тогда, да, ты уменьшаешься и ты можешь быть как бы вписанным в ситуацию тем, что ты будешь условно о людях в данном случае. Ну, то есть, ты уменьшаешься за счет осознания глобального контекста ситуации. Просто так уменьшаешься или увеличиваешься, да? Ну, потому что фишка, что на самом деле... Здесь как раз и есть, мне кажется, если ты как бы просто такой, ой, да, тут все без меня произойдет, то ты размываешься. А здесь есть, как бы, ну, ты можешь быть частью этого процесса. как бы, твоя возможность осознать себя частью этого процесса, как бы, вписанным быть в эту ситуацию. И ты как бы как часть этого глобального. Да. То есть, вот, понимаете, ну, здесь опять же мы берем, там, допустим, тему сражаться, не сражаться и так далее, да, но даже если мы возьмем более простую какую-то технику, реагировать, не реагировать эмоционально, да? Вот, помните мой любимый пример по поводу открытия Хазарии и как бы и так далее? То есть, когда ты смотришь на, там, историю Евразии, как на историю колебания 600-летних циклов Каспийского моря, да, то многие вопросы, которые, ну, тебе казались значимыми, в рамках такого масштаба, они значимыми не кажутся, да? То есть, ты понимаешь, что у большинства, как бы, там, если не у всех, там, участников этой ситуации, на самом деле никакого выбора нет. То есть, вот, ну, как бы, история должна совершиться таким образом. То есть, ну, выбор, ты можешь стоять в этом ряду или в этом ряду, там, и так далее, да? Но по факту, вот, как бы, происходят какие-то объективные процессы, да? И когда ты принимаешь эти процессы, у тебя исчезают вот эти эмоциональные реакции на эти процессы, да? Ну, на какие-то их низовые проявления. То есть, ну, оно вот так происходит, да? То есть, бессмысленно там, как бы, переживать по поводу факта своей смертности, потому что она не вместо быть. Точно так же, там, как бы, бессмысленно переживать, там, в чеховском вишневом саде, так сказать, то, что там какая-то, там, помещица теряет свой сад, ну, потому что капитализм надвигается, так сказать, а помещище строй уходит, да? Это нормально, это естественный процесс, да? В котором, так сказать, люди рождаются, умирают, страдают, как бы, и так далее, но это, в общем, не важно, да? То есть, но, то есть, по сути, здесь тоже, в общем, какая-то техника, связанная с расширением парадигмы, да? Но, вот, если там в первых главах парадигма сдвигалась чуть-чуть, да, то здесь парадигму взгревают, прямо, так сказать, по полной программе, так сказать, так, чтобы она, то есть, ты смотришь, как бы, на процесс, как на мировой процесс, и все локальные колебания тебя уже просто не волнуют, да? Ты просто созерцаешь, пребываешь в этом, как бы, мировом процессе, так сказать, при этом, как бы, да, ты уменьшаешься в смысле своей аханкарой, но ты увеличиваешься, потому что, ощущая, какое великое дело я делаю. То есть, это действительно, скорее, состояние будет уже силовое, потоковое, какое-то, мистическое, ну, если ты, как бы, соучаствуешь в этом процессе и так далее. Понятно? Да почему, собственно, наверное, встревожила эта строка, то есть, многие захотели высказаться и так далее. Вот она, она действительно очень живая и очень такая кульминационная в каком-то мистическом смысле слово в Хевадгите, да? Ну, и на практике нам это, конечно, тоже актуально, то есть, ощущение глобальных процессов, которые происходят, ну, как бы, там, своей маленькой роли в этих процессах, ну, как бы, если тебе удается с ними соединиться, да? Ура, можно еще версию попробовать? Да, да, Чуть-чуть, может быть, я с другой стороны посмотрел, то есть, ну, вот эта вот строчка, она может дать ощущение, как бы, действовать наоборот ситуация так, как, ну, захочешь вот лично ты, то есть, почему? Потому что, грубо говоря, она глобально все равно должна произойти, то есть, там, Арджуна, пришедший, там, на поле боя, там, думал сражаться или нет, но битва, по факту, все равно бы произошла, то есть, слишком много сил, как бы, под нее подошло, и мне как-то вот эта медитация, она воспринимается, как, ну, накрутка противоположного состояния, чем та медитация, вот, которая была несколько слайдов до этого, а-ля, там, ну, размышляя над поступками своих дел, относительно других людей, потому что они будут повторять за тобой, вот, а здесь, как бы, ну, фактически ты видишь, что, ну, это событие, ну, реально глобальный характер, оно все равно произойдет, выполнишь эту роль, не ты, кто-то другой, так, собственно, что делать? А делать то, что ты захочешь, какой-то твой лично глубинный я, вот, вот поступай так в эту ситуацию, ну, грубо говоря, как действительно какое-то внутреннее тебя сподвигает. Ну, да, мне вообще кажется ценным, что ты заметил, что эта медитация, она действительно противоположна на медитацию по поводу повторения деятельности, да, то есть, и в этом смысле мы понимаем, что это действительно разворачивается не какое-то целостное мировоззрение, а совокупность медитаций для разных задач, потому что, ну, высказывание, что бы ни делал человек, кто и повторяет другие люди, то есть, если он сражается, то все пойдут в бой, да, тогда надо же, ну, меньше боев сделать, как бы в мире, да, но здесь зарабатывает другая задача, другая медитативная логика и так далее. Прикольно, что это переживание, но реально внутреннюю свободу дает, то есть, как бы, ну, ты как будто отвязываешься от каких-то ниточек, на которые ты можешь повлиять, на которые тебя могут повлиять, то есть, по факту, не настолько, как ты думаешь, что здесь, то как ты захочешь. Так, Костик, а твоя мысль, твоя мысль? Скорее уже вопрос, наверное, можно ли сказать, что это такая дающая форма по Сахасрарии, может быть, такая антиарктическая часть медитации? Вне всякого сомнения, это антиарктическая медитация. Спасибо. Так, хорошо, следующая строчка, ну, она, видите, как бы не по порядку, но она такая одна из самых загадочных строк Гита, если посмотреть на санскритский текст, потому что здесь, видите, ну, в русском переводе, со ссылкой на комментарии Шанкары, переводит, пусть возвысит ум атманом, пусть не ведет ум деградации, ибо ум друг души и ум враг души, но в оригинале написано, на самом деле, следующим образом, это хранит, то есть пусть он возвысит. Кого? Атманам, от чего? Атманат, от Атмана. На Атманам, а васадает, то есть все везде, где слово душа, ум и так далее, везде стоит Атман, Атман, Атман. То есть пусть он возвысит с Атман, Атманом, пусть не ведет Атман к деградации, потому что Атман, Атмана друг, и Атман, Атмана враг. В общем, ты сам себе друг и сам себе враг. Сам себя, так сказать, грешник мучишь. Действительно, и Шанкара, и Абхиновагубца, я специально посмотрел комментарии, говорят, что в одном случае Атман следует понимать как Атман, а в другом случае как Манос. Может быть так. Поэтому я взял перевод ум. Ну и тогда можно как бы проанализировать. Ну, собственно, аргументация идет на основании следующей строчки. Потому что у того, кто Атманом победил ум, видите, ум друг, а не у владеющего ум враг. То есть в этом случае, но во втором случае там уже стоит не Атман, а Манос. Ну и поэтому, в общем, логично было бы предположить, что строчки связаны между собой, они подряд идут как бы и так далее. Поэтому, с одной стороны, но мы можем так сказать, понимая, что это произведение намного более сложное, чем просто логическая последовательность ходов, проинтерпретировать обе медитации. То есть что означает возвысить ум посредством Атмана? И что означает привести ум к деградации? И что означает ум друг и враг души? Ну, опять же, давайте воспримем Атмана как глубинное я вначале, а ум как Манос. И тогда можно понимать, что зачастую глубинные какие-то наши переживания и наши ментальные представления о мире могут вообще лежать в разных плоскостях. То есть я чувствую, что это одно, но у меня есть по понятиям действует каким-то образом что-то другое. То есть для того, чтобы ум вошел в соприкосновение, вот то, что у меня в разделе йога к соединению в книжке описано, с Атманом, необходимо, чтобы ум осмысливал глубинные свои собственные переживания. Он должен осмысливать гумистический опыт, он должен осмысливать свои истинные желания, он должен осмысливать ощущение совести, которое тоже с Атманом связано, то есть правильности, неправильности, поступка. он должен осмысливать. Он должен осмысливать ощущение дхармы и так далее. И вот когда ум на эту тему нацеливается, он становится инструментом для реализации своего глубинного я. И в таком случае Атман, глубинное я, возвышает манас. Он становится более сложным. А, так сказать, если этого не происходит, то есть человек мыслит как бы вне контекста своего глубинного, духовного, психологического, и мистического опыта, то в таком случае его манас авасадоед, то есть деградирует, ведется в деградации. Ум, друг души. То есть, конечно же, если наши взгляды соответствуют нашим глубинным установкам дхармическим, мистическим и так далее, то мы синхронизированы, и в этом смысле нам легче достигать задач, потому что без мозгов уже ничего не достигнешь. И наоборот, ум может быть врагом души, если у нас как бы наши понятия о жизни не соответствуют нашим глубинным переживаниям. Понятно, да? Ну, а у того, кто атманом победил, там у нас какое, джитах, да, то есть победил ум, ну, в данном случае, то есть, по сути говоря, при помощи соответствующих техник взял его под контроль. То есть, куда бы ум не отвлекался, мы его можем направить, да, мы можем, так сказать, заставить его размышлять на нужную тему, там, и так далее, и так далее. Так что в этом смысле такая строчка, ведь она парадоксальная, но при этом очень глубокая, да. Если же мы говорим, все-таки предположим, что здесь нужно в первом случае интерпретировать не ум, а атманом, да, то идея трансформации себя-собой, ну, по сути, напоминает нам технику уже чего? Трансценденции, да, то есть мы постоянно пытаемся, вот это уда-хараед, уда-это вверх, приставка, а дгара-держать, то есть удгара-это, ну, вытягивать вверх, да, то есть как бы идея, что можно вытянуть себя из самого себя, то есть, по сути, произвести акт трансформации, акт трансценденции, как бы акт, ну, да, по сути, трансформации и трансценденции. И думаю, что такой смысл тоже можно из этой строчки извлечь. То есть, как бы попытка вырасти над самим собой, ну, а что такое вырасти над самим собой? По сути, сформировать у себя как бы категориальный аппарат, способ мышления, который выходит за рамки нашего привычного категориального аппарата. Или наработать качества, которых изначально, ну, вот, например, когда мы говорим о чакрах, то есть понятное дело, что реализация истинных желаний, она лежит внутри атмана, да? Но возникает вопрос, когда мы нарабатываем новую чакру, когда мы трансформируем. Ведь, как я уже говорил, когда мы там про пять пунктов говорили, не может быть у человека истинного желания наработать какую-то чакру. Потому что мы не знаем, что это такое. Но мы можем наработать чакру, и тогда мы изменимся. Мы по внешним каким-то факторам, признакам понимаем, что с чакрой нужно работать. И это акт трансценденции, акт вытягивания себя Акибарон Мюнхгаузен за волосы из болота. И в этом смысле, мне кажется, что тут тоже есть какая-то дополнительная смысл в этой строке. Точно так же, как бы, тема «наатманамс, авасадайед», да, как бы, то есть, не следует деградировать как бы самого себя, но ведь человек, который вовремя не делает какие-то шаги, он же деградирует, причем деградирует как сущность. В Ишево-Панишаде, а мне кажется, явная цитата здесь о целухах Ишево-Панишаде, есть такое высказывание, что, ну, как бы, ну, человек, который начал постигать Ахмана, но остановился, как бы, попадает навсегда в темные миры, как бы, и так далее. То есть, человек, который там начал познавать, но остановился, попадает в темные миры. Здесь что-то похожее, да, то есть, как бы вопрос, Атман, это не единожды субстанциональное переживание, это некоторый, ну, скажем, процесс, который необходимо прожить. Если ты этот процесс не проживаешь, то, по сути, ты деградируешь. Понимаете? То есть, тут такая сложная игра, да? Ну, пожалуй, по этой точке все. Если какие-то мысли еще есть, то есть, ну, и еще одна строчка, мне она просто очень нравится, хотя она, вы видите, возвращается к предыдущим главам. Кто способен еще здесь, до освобождения тела, сдерживать побуждение, вегам, возникающее от вожделения и гнева, тот, юктаха, сосредоточены, саюктаха, сукхинараха, то есть, тот счастливый человек. Ну, мне кажется, что это тоже очень стоично, да? То есть, вот заметьте, не сдерживать гнев и вожделение, а сдерживать побуждение, которое от них возникает, да? И это очень тоже напоминает идею согласия у стоиков, да? То есть, к тебе появляются эмоции, но ты можешь ей как воспоследовать, так и не воспоследовать. И если ты способен этот вегам, импульс, на русском языке, как бы удержать, то ты счастливый человек. Ну, а медитация, которая вытекает, совершенно понятная. То есть, как только возникает микроскопичный, как в Иджен-Абхайраве, возникает импульс делать что-нибудь в скобках под влиянием эмоций, да? Остановись. Иди. До сегодня все. Вопросы? Ну, понимаю, что немножко устали, но думаю, что вы уловили мою идею относительно того, что во многих практиках можно выделять это не как какие-то объективные утверждения, не как нериторические приемы, а как психотерапевтические, медитативные, манипулятивные практики, да? Ну, так сказать, прочтение других текстов предлагают, так сказать, ну, и перечитать Пхагавадгиту под этим углом, так сказать, подумать, какие практики могут быть полезны конкретному из вас, на каком уровне, как бы, и так далее, предлагают в качестве самостоятельной работы. Давайте пару вопросов и закончим. Константин, ваш вопрос. Акгуру, по строчке 2.31 вопрос. У нас там было, вот, изучив, исследовав свою дхарму, ну, можно ли это считать тоже, вот, какой-то основой для медитации на лепесток благородства, на нахате? Да, конечно. То есть, нет, чем... Ага. Конечно. Спасибо. Женя, а твой вопрос? Женя? Да, да, у меня вопрос по предпоследнему слайду про темные миры, то есть, если не заниматься, собственно, развитием ума, темные миры, это метафора чего? Подскажите, пожалуйста. Я могу свою точку зрения высказать, потому что классического комментария такого, который объяснял бы именно этот момент, нету, да, но ведь как бы миры, локэшо, как бы там, локан, то есть, это все пространство, куда попадает человек, да, то есть, ну, и человек, который, допустим, он практиковал, практиковал, а потом, допустим, как бы, та, все мне еще не нужно, я уже все достиг и так далее, но его колбасит, понимаете? Его колбасит, потому что в глубине он душу, и чувствует, что это не совсем так все, да, то есть, его все равно тянет к каким-то духовным вещам, как бы, но с одной стороны тянет, с другой стороны отталкивает, как бы, и так далее, то есть, в этом смысле, это метафора того психологического пространства, в котором будет находиться человек. Но вы помните вообще, что слово миры в санскритской традиции, оно звучит как лока, корень лок, смотреть, откуда локация, там, и так далее, лук английский, и так далее, то есть, смотреть, он так начинает смотреть на мир, но смотреть на мир, мрачноватый. Ну, может так. Ну, моя интерпретация такова, но, так сказать, это чисто моя интерпретация. Сережа, это вопрос. Я хотел до чего уточнить. В третьей главе Арджуна питает, что побуждает человеку на грех, и получил ответ, что я там, в принципе, это подробно объясняю, что категория кама, ну, и вообще, для выражения термина желания в санскрите, ну, порядка десяти терминов. Даже некоторые с них отдельными корнями идут, как, например, кам, хотеть, ванч, откуда вон, английская, хотеть, да, ич, ну, тоже, по сути, хотеть, да, и так далее. Некоторые использованы, допустим, корни из Абхидги, то есть об этом думать часто, да, и так далее. То есть, но, как бы, само отношение к разного типа желаниям, оно исторически менялось. То есть, допустим, в ведах корень кам имеет позитивную коннотацию, а в период Абхадгиты корень кам приобрел негативную коннотацию и под ними, пожалуй, поверхностные желания, ну, скажем, неистинные, да, но для того, чтобы описать истину, используется корень ичх, то есть, ну, который переводят на русский как намереваться, валеть, как бы, там и так далее, да. Потом, как бы, еще происходит там и корень ичх тоже уходит там вместо немог, еще какие-то корни выходят и так далее, да, на первый взгляд. То есть, но всегда есть вот это ощущение, что есть какие-то желания, которые, как бы, они снаружи, да, и желания, которые извне, это как раз я обозначаю в нашей традиции термином истинные, неистинные желания, да, то есть, истинные желания, это то, что идет от нашего существа и связано с нашей Дгармой, да, а неистинные желания, это то, на что нас захватывают, ну, какие-то случайные объекты, ментальные мысли, как бы, и так далее, и так далее. Вот как-то так. Ну, я в этой лекции довольно подробно это все объясняю, как бы, и в книге, по-моему, это тоже вошел кусок, там, в разделах про желания я про миграцию значений корней, как бы, объясняю, но в любом из текстов все равно остается какой-то термин, который выражает, как бы, позитивную силу желания. Например, в тантрических, как бы, текстах, вот, есть это понятие относительно того, что атман, он содержит в себе тройную природу, это джнана, крия и ичха, да, то есть, джнана, это познающий субъект, крия, это субъект выбирающий, то есть, осуществляющий действия, ну, валящий, желающий, как бы, и так далее, да, но при этом, кама это плохо, а ичха это хорошо, да, вот, какая-то такая игра, хотя, допустим, в гимне творения, как бы, в начале была кама, зародыш разума, да, манасо беджа, да, как бы. Хорошо, друзья, ну, в общем, думаю, вам есть на чем поразмыслить после сегодняшнего занятия, думаю, как это, презентацию скинуть, куда, давайте я скину в молнию инструкторам, как бы, а инструктора, так сказать, скинут своим ученикам соответствующую презентацию, если оно вам нужно. Все, тогда, друзья, спасибо за внимание, всем хорошего вечера. Спасибо.